Доброго времени суток, дорогие товарищи слушатели. Здравствуй, дорогое прогрессивное человечество. Всем привет. Здравствуйте, товарищи. Мы на уютной кухне собрались, товарищи дорогие. И тут хочу извиниться, думали культурную повестку. У меня были варианты романов, лесков, либо зазубрин. И что-то я понимаю, что я как-то не готов. Что-то я чересчур замороченный. И сегодня, чтобы сидеть так и рассказывать, надо что-то попроще вариант. Так что не обессудьте, сегодня у нас... Хотя, подождите, там уже получается и культурная, и научная повестка сразу. Если говорить о том, что Александр Проханов все-таки писатель. Первый, наверное, очень умыслитель. И мудрость вождей у нас здесь. А, да, он же еще влиятельный. И Боба Ван, наш верховный антифашист, поздравляет с юбилеями. Я видал. Спасибо большое газете «Завтра» за контент. Вы не перестаете радовать, дорогие товарищи. Вы и Царьград у меня любимые авторы в последнее время. Читаю и не нарадуюсь. Каждый раз ссылочки сохраняю, чтобы надо про это написать или поговорить. И по пяток так ссылочек каждый вечер откладываю. А на следующий вечер еще с десяток. Потому что у вас просто не иссякает. Один пишет интернет запретить. Другой, говорит, что все население на Украине перебить. Третий... Ой. Короче, один лучше другого. Прекрасные вы люди. И вот ваш самый главный прекрасный человек написал статью. А сегодня утром быстро в панике как раз читать. Ну, чем такое разобрать. За место, блин, за зубрино. И сразу наткнулся. Нашел у Захарушки Прилефина. Думаю, о-о-о. Пару абзацев прочитал. Думаю, у Захарушки-то. О-о-о, что как моросит. Ты его, видать, головой в торпеду приложился во время инцидента. Но потом смотрю, что нет. Это репост. Это репост. Это вот старый конь. В привычную борозду прокладывает. Наш уважаемый товарищ Проханов. Великий певец и герой. Статья такая лиричная. Да. Проникаться все не смыслами. Вы проникнете, товарищи дорогие, и не пожалеете. Тут и культурная будет, и научная повестка. Что он тут и про философию, и про литературу, и уж про историю-то. Про русский особый путь. Да, про русские читкады. Он нашел русские читкады. У нас есть. Лежат в хранилище. Где-то там лежат. И, короче, вводим там бессмертие. Респаун бесконечный. Что-то там еще. Плюс 50 к защите на своей территории. Короче, без нарадости. Мы порадовались и решили, чтобы неправильно выяснить. Мало людей это прочтут. Надо побольше. Побольше. Я требую минимум 200 тысяч просмотров и 5000 комментариев, как минимум. Потому, что это название. Прочти, Дарья Алексеевна. Просто, чтобы с названием уже вы офигеете. Нижегородское сознание. О, вот так. Миф 21 века. Вот так. Я что-то помню. Был какой-то автор. Большой друг австрийского художника. Недооцененного. И у него была книжка тоже миф там 20 века. Ну, то есть отсылочка сразу, блин, знатная. Сразу к лучшим, к лучшим, к лучшим авторам. Настроились уже, товарищи дорогие? Я себя чувствую, как задорно. Настроились. Я слушатель. Мне уже вы-то понятно. Вы бодрые и готовы. Да. По мракобесию и бескультуре. Из всех орудий. Залпом огонь. Петр Столыпин. Незадолго до того, как его сразила пуля, изрек, обращаясь к русским революционерам. Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия. Да, было дело, было дело, товарищи дорогие. Изрек он такое, обращаясь к русским революционерам. Речь шла об устройстве быта крестьян, которые там мёрли с голоду и задыхались от малоземелья. А Столыпин обращался к безответственным болтунам, которые придумали земля крестьянам. Как так можно? Это что? Это если взять и крестьянам землю дать. Офигенно. Чтобы она не барином была от того, кто на ней трудится. Это ж Россия погибла. Вот Столыпин и сказал. Вот Александр Проханов называет это великими потрясениями. А давайте, товарищи, я предлагаю загуглить сейчас эту фразу Столыпина. Уже много радостного. Я хотел просто, товарищи слушатели, пока товарищ Громов гуглит, я хотел отжечь сам, но понял, что я плохо помню суть. А там она полностью ещё прикольнее. Уже вы поняли настроение, что всяким вот этим экстремистам, которые земля крестьянам говорят, ну, это вы, говорит, земля крестьянам, чтобы Россиюшку погубить. А нам нужна великая Россия. Поэтому мы уже 10 лет работаем. Если рассматривать в контексте, получается, иногда встречаются вам нужны великие потрясения, иногда им. Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия. Это такой афоризм, сформировавшийся в результате произнесения Столыпиным во Второй Госдуме в 1907 году, вот этих слов, во время речи о крестьянских наделах. И согласно стенограмме, в речи об устройстве быта крестьян и о праве собственности, вот какую он произнёс фразу полностью. Пробыв около 10 лет у дела земельного устройства, говорит Столыпин, я пришёл... То есть мы уже 10 лет улучшаем положение крестьян. Да, и кое-что подумали на эту тему. Я пришёл к глубокому убеждению, что в деле этом нужен упорный труд. Нужна продолжительность. 10 лет я работал и понял, что тут нужно долго работать. Больше я выяснил в результате долгой работы. Не просто долгая, упорная, чёрная работа. Да, чёрная. Разрешить этого вопроса нельзя. Его надо разрешать. Угу. Западное государство... А, да, афоризм, афоризм. Решить нельзя, ну, потому что, как бы, земля крестьянам, это как бы решение, но оно совершенно не устраивает помещиков. А у помещиков, у них свой вариант, блин, решение вопроса. Короче, оставьте нам то, что у нас есть, и больше не приходите, мы по субботам не подаём. И такой вариант, в свою очередь, совершенно не устраивает крестьян. Он как бы их устраивал, пока они плохо жили, да, в результате такого положения вещей. Но тут уже у нас положение вещей такое, что они из-за него помирать начали. И вот это вот их не устраивает уже категорически. Потому что, знаете ли, всем охота немножко пожить. Да. И поэтому вот Столыпин, как представитель правительства помещиков, он, естественно, разводит руками. Говорит, а как решить-то? Работать надо, да? Нет, где им? Вот мы поэтому будем сидеть и думать, как бы это решить. А вот беднота повымрет. Обратите внимание, дальше вот тоже уникальный приём. Никогда такого не видели. Столыпин продолжает. В западных государствах на это потребовались десятилетия. Мы предлагаем вам скромный, но верный путь. Противникам государственности хотелось бы избрать путь радикализма, путь освобождения от исторического права в России. Да, как, например, во Франции. Освобождение от культурных традиций. Ага, потому что у нас культурная традиция, что вот он барин. Ну да. Почитайте хоть сказки, хоть легенды, блин. Давным-давно уже был, вот он сидит князь. Скрепа у нас такая. Ну, значит, без князей-то никак. Опять же, у апостола Павла мы прочтём. Ясно сказано, власть – это князи. Ну и дальше уже, вот им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия. Ну, то есть, вы поняли, всё, закрывай, Тарич Громова. Вы поняли, да, товарищи? Десять лет мы улучшаем положение крестьян. Нужен нам упорный и долгий труд. Двадцать лет внутреннего и внешнего поколения. А это он произнёс ещё через пятилетку. Ну, примерно плюс-минус годишник. Короче, ещё через пятилетку он произнёс, что, эх, вот бы двадцать лет вы ещё. Поколе. К этим пятнадцати, которые уже прошли, вот ещё двадцать. Ну, в Западной-то Европе-то это как решалось-то? И главное, что гонит же. В Западной Европе это решалось. В Англии царю башку отрезали. Во Франции царю опять же башку отрезали. Да. И решили вот решительно, что баром пинка под зад. И порывались также ещё в Австрии и по этим германским княжествам порешать. Но тут вмешался жандарм Европы. Пришёл, навёл порядок. Ну, возвращаемся к Проханову. Да-да-да. Ну, поняли, товарищи, да, что он процитировал. Контекст. Великие потрясения. Очень актуально, да. Что, знаете, ваши эти предложения улучшить жизнь народу, вот этого Россия может погибнуть. Как Путин-то говорил, если зарплату-то повышать. Это же разбалансируется бюджет предприятия, правильно? Вот если урезать зарплаты, ну, это ничего. Это баланс сохранит. Ну, а так и тогда пяти экстремистов увещевали. Россия не избегла потрясений и лишилась имперского величия. Ай-яй-яй. И если вы думаете, что вот эту бредятину придумал Проханов, так вы ошибаетесь. Это было такое направление сменовех. Он это все подрезал у них. Между прочим, Прилепин, уже упомянутый, он тоже много. Я его почитываю тоже. Еще третий, вот мой любимый автор. Я его почитываю. И он тоже много там подрезает из сменовеховцев. Но он, в отличие от Проханова, честно, блин, цитирует, блин, да, и указывает автора цитаты. Но в целом весьма нечестно. Ну, это же бредятина. А он прям с таким видом ушел. Вот, типа, ученые еще тогда поняли. И дальше тогдашнего Проханова цитирует. Это имперское величие. Такое величие, какое у Российской империи, оно никаким нормальным людям не нужно. Оно нужно больным либо фашистам. Вот такое величие. А Советский Союз, это была принципиально не Российская империя. Это вообще была антиимперия. Там не было метрополии с колониями. Там была дружба народов, товарищи дорогие. Ну, а в 91-м году это величие вновь обратилось в прах, пишет Проханов. Россия утратила свою государственность. Опять же, поправлю, оно раньше. Раньше обратилось в прах. Его сначала оплевали. Ну, ладно. Это тема для другой беседы. Мы будем сейчас беседовать о последствиях этого хрущевского доклада. Что там китайские товарищи про это говорили. Там это обсудим. Много интересного. Ну, а Россия погрузилась в пучину исторического безвремени. Безвремени? А, это уже Дугин подъехал. Ну, да. Ну, а Дугин тоже подрезал очень много всего у разных намыслителей 20-го века. Ну, мы обратим внимание на прахана. Он не только древних царей здесь. Он и про современных никогда не скажет. Что как мудро подметил товарищ Дугин. Большой философ и мудрец. Илбытия по другую сторону циферблата. Но тут другое чуть-чуть. Тут не Илбытия, а здесь таинственная синусоида. То есть, русская история движется по таинственной синусоиде, по которой русское государство, преодолевая потрясения, восходит к своему величию, чтобы снова рухнуть в пропасть. Нет, смотри. Пережить историческую смерть. Понял? То есть, у нас в истории то периоды упадка, а то вдруг раз возвышаемся. А потом бах, опять вдруг упадок. А потом опять вроде возвысились. У кого в истории вообще такое было? Все же сразу были как сейчас. Еще тысячу лет назад. Евросоюз, гейские браки. То есть, особый русский путь, это и есть таинственная синусоида, получается. Да. Только она, говорю, она повторяет синусоиды всех соседей буквально. Но, тем не менее. Кстати, у Пригожина же тоже, я вспоминаю, мы когда разбирали его статейку, у него же там тоже достигнут дна, чтобы оттолкнуться. А, да. То есть, похожая идейка, да. Это они все нас пытаются приучить к мысли, что на дне нормально, что ли? Что, ничего страшного, что мы на дне? Мы типа куда-нибудь скоро оттолкнемся? Очевидно. Что-то мы все собираемся оттолкнуться. Сколько я помню себя в сознательный, как в возраст вошел, уже была благодетельная Российская Федерация, и все мы собирались от дна отталкиваться. А потом оказывалось, что мы еще его не достигли, но вот-вот достигнем и оттолкнемся. Но раньше уже был разговор регулярный про путинскую стабильность. То есть, это было такое курсирование, видимо, около дна, не достигая его. А вот сейчас... Сейчас надо достичь. Каждый раз, когда мы достигаем дна, кто-то стучится снизу и любезно приоткрывает нам люк. Оказалось, что это было не дно. Да. А у Прохановой появляется подзаголовок. Статья называется «От великих потрясений к величию». Мне пришло в голову, что по Прохановской даже логике получается, что перед величием-то потрясения должны быть. А он как-то хочет, чтобы без них. Что-то не просто, буквально. Сейчас разберемся в этой логике. Он пишет, что сегодня Россия проходит свой путь от исторических потрясений 1991 года к грядущему величию. Да, они уже были. Да. Они уже были потрясены. Ну, это хорошо. Значит, все-таки кровавая и голодная Пасха уже позади. Только победная осталась. Что есть величие. Каков идеал русского государства, живущий в глубинах народного сознания, неизменный во все тысячелетия российской истории? Неизменный во все тысячелетия российской истории. С языческих времен еще. С языческих времен, да. Да, у нас, ну, вот бы Путин пришел. Нет, вы не Путин. Нам нужен Путин. Нет, тут какая-то русская мечта. За главных букв в чем русская мечта? Чтобы Путин и Кадыров. Вон, чтобы они рулили всем. И Пригожин иногда. Не, уже... Он уже вычеркнут из русской мечты, нет? Как? Он в Африке там насаждает ее. Людоедом. Обмениваться опытами к людоедам. Поехал же. Есть еще информация, что он теоретически должен на Польшу нападать в будущем. Ну, если теоретически, хрен его знает. И он с нашего начальства, пожалуй, и станется. Дай ему, Господи. Создай ему, Господи. Так вот, в чем же русская мечта? Эту мечту не сформулировать за круглыми столами высоколобых мудрецов. Ее не услышишь с политических трибун. Только настойка из мухомора. Ее не обретешь, беседуя со сладкозвучными проповедниками. Ее можно... А ты, товарищ Проханов, ты какой проповедник? Сладкозвучный? Или высоколобый. Или еще проповедник. Что-то, по-моему, ни то, ни другое. Так вот, можно эту русскую мечту угадать, подслушать, вникая в голоса, звучащие из недра русской истории. Если ты с Владимиром Владимировичем рядом, и ему вдруг на трубу позвонит глубинный народ, он трубку возьмет, и ты, если прислушаешься внимательно, ты сможешь уловить отдельные реплики, что там доносится, и тогда узнаешь. А это глубинный народ из недр русской истории звонит, или из какого-то другого места? А кто же его знает? Это только Владимир Владимирович знает. Может быть, он с того самого, да, звонит, от которого нужно оттолкнуться. Что-то фантазия разыгралась. Ладно, как мы... Ну, так потому что кого это читает-то? Ты подожди еще, что в конце будет. Как мыслили себе этот идеал государства самые озаренные, просвещенные представители народа, обладающие ясновидением? Как там ясновидца-то пользуешься? Вопрос интересный, актуальный, слободневный. Как мыслили ее наши языческие предки? Сказочники, волхвы, скоморохи? Это самое, ну, словом, интеллектуальная элита там в времени. Скоморохи особенно. Надо поспрашать у них. Учаи юридики уже были. Товарищ Проханов. Да, да. У нас тут пара есть даже, зачем были. У нас на остановке один сидит, и у помойки другой. Не сновидца. Я не знаю, как бы, ну, обычно взгляд у них отсутствующий. Такое, явно с Аполлоном там общаются. Так вот, они мечтали о царстве, где главное место занимает Иван Дурак. Простолюдин, бессеребренник, превосходящий своих надменных братьев умом, добротой и трудолюбием. Ну, как у нас всегда и было, да, во всей российской истории тысячелетней всегда, кто на троне сидит, правда, это же Иван Дурак, который очень трудолюбивый и ни разу не надменный. Вообще. Да, аж он на колени, перед ним бахаются, так это не в того, что он хочет, а так просто протокол. Так вот, этому Ивана Дураку, а не князю или боярину, дается в руки жар птица. В сказке. Да, 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 да. А в жизни что ему там бутаги? И дыба. Вот что ему дается. Ну, а мечтали же сказочники. Мечтали, мечтали. Они много, о чем мечтали. Там бывало, что в этих мечтах отдельным классам приходилось не сладко. В мечтах. А иногда мечты в жизни еще воплощали. Ну, еще в этом языческом райском царстве растут молодильные яблоки. Откуси, и разгладятся твои морщины. Вернется молодость, отступит старость. И как сядешь ты, как запобахаешь, Лен, статьи, страниц на 10. О Нижегородском сознании особом. Чего Нижегородском-то? У нас, вроде, другой Новгород, он старее. Ну, ладно. И в этом царстве льется мертвая и живая вода, исцеляющая раны, воскрешающая из мертвых. Где такое было? Живая вода. Это опять же только у нас. Ну, я говорю, разве были другие сказки? Какие-нибудь арабские, или какие-нибудь у Шарля Перо, там, ты где-нибудь прочитаешь про живую воду, например. Или про какие-нибудь там волшебные фрукты. Или ковры самолет. Ковер самолет наш придумали? Наверное, да. Ну, как мыслили себе это идеальное бытие православные мистики? Наши святые проповедники Сергий Радонежский, Серафим Сорунский, Старец Филофей, создатели учения... Матронушку, Матронушку забыли. Она тоже много понимала в том, как надо. Она знала даже, как эти города оборонять лучше Сталина. Там про это будет еще. Я не сомневаюсь. Сейчас-то было бы уместно. В общем, и Старец Филофей, и Патриарх Никон. Воздвигший под Москвой новый Иерусалимский монастырь. Ожидая, что сюда спустится с небес Христос во время Второго пришествия. Ну, как же они мыслили себе. Христос же там говорил, да, в Библии. Про Москву. Как я приду, мне эта хата в забабах и идти сразу под Москвой, чтобы мне сразу расположиться. А то я в прошлый приход набомжевался. В следующий раз хочу без комфорта. О чем же мечтали все эти старцы-миптики? Причем всю дорогу об одном и том же. Смотри, то есть он, я говорю, этот друид в лесу, который жил и молился к лесу. И этот патриарх Никон Кеннон. Они, оказывается, мечтали об одном и том же, чтобы богатый бедного не угнетал. Ну, и это не все еще. Они призывали князей, царей, великих властителей не уповать на расширение своих земель и листяжание казны. А хуще всего сберегать православие. Это учение о царстве небесном. Ибо православие не кадильные дымы, не лампады, не золотые купола. О, это что-то он в протестантизм ударился. Учение о том, каким должен стать человек, чтобы попасть в царство идеальной красоты, доброты и бессмертия. Поселиться в божественном чертоге. Ты знаешь, гадости не делай по жизни. И к чему же он ведет? Дальше еще про русских космистов вспоминает Александр Проханов. И тоже задается вопросом, как же они себе мыслили этот идеал. Удивительная русская плеяда, подобие которой не сыщешь в других народах. Вот русские космисты. Как думали они Вернадский, Циолковский и Николай Федоров? Федоров полагал. Мне нравится какая-то Федорова с Циолковским. Через запятую, да. Вот и тут особенно про Федорова, который полагал, что человек способен достигнуть такого совершенства, такой чистоты, такой прозрачности для света, такой незамутненности, что может стать солнечным человеком. И этот солнечный человек, соединив свои дарования с дотеревениями современной народы. Федоральной идеей надо сделать. Что нам немедленно надо сделать нацпроект, короче. Солнечный человек? Чтобы знало, как мы как можно больше, ну, я думаю, к 24-му не успеем всех распылить. Блин, это, нанатом и превратителем в лучи света. Я помню в Терминатор 2 там был, блин, эпизод, как там сразу много народу солнечными стали. Да, было. Ну, так вот, надо... Они с камышевыми людьми не родственники, нет? Солнечные люди? Да. Нет, разные вселенные. А, по другую сторону циферблата Флоренского, я понял. Короче, солнечные люди должны... Солнечные люди, они по нормальную сторону. Это как в реале будет просто. Мы же «Медведку» читали, да? Что если что, он не забоится. У него рука не дрогнет. Мы тут отвлеклись как бы от содержания, потому что солнечный человек, он находится только в сознании Николая Федорова, потому что у него был план, да, чтобы... У него мешок целый был. Да, соединятся... Федоров, товарищ, чтобы вы понимали, там, в двух словах, короче, по мировоззрению он попик такой типичный, но он что-то там нахватался, блин, из естествознания современного, и попытался это как-то совместить. Боженькую, атомы. Все, получилось... Ну, скажем так, получилось забористо. Получилось забористо. Не хуже Проханова. У него же это все еще с православным патриотизмом замешано было. Боженька, атомы, солнечные люди, тут же, блин, царь-батюшка, и тут же чуть-чуть вперед на бой за честь России. Да, то есть мертвые должны встать рядом с живыми, и вот Проханов это называет мечтой о пасхальном воскрешении. Все это таится в недрах нашего бессмертного полка. Нет, да, это только у Федорова была не мечта. Он говорил, что это надо... Он буквально говорил, давайте сделаем нацпроект воскресить всех умерших предков наших. Хороший. Отличный проект. А потом второй проект, эти межпланетные путешествия изобрести, чтобы заселять эти новые планеты. А то если мы всех... Не, мы их воскресим, они будут живые. Ну да, точно. Но их настолько дохера будет, ты же понимаешь. Что мы тут не поместимся все, и придется часть отправить на Луну. И он на полном серьезе говорил, что давайте нацпроект сделаем. Без всякого сарказма. Ну, поэтому он через Элковский, собственно. Поэтому он через Элковский стал. Все логично стало. И более того, он же вперед Гагарина с Королевым. Человек опередит все свое время. Мы же теперь знаем, что кто придумал концепцию, тот и сделал первый, считай. Потому что в Кали-Югу эти намерения приравниваются к действиям. Вот. То есть, кто-то вишет еще с этой точки зрения правильно. Так, значит... Знатный эзотерик. Ну, все понятно. Значит, становятся рядом с верующими просветленными потомками. Мертвые герои. И вы вместе все идут покорять соседей, например. Или на Марс. Ну. Как чувствует это идеальное бытие наша русская словесность? Наша великая русская литература, через которую сам Господь говорит с народом? О! Как отражается эта мечта в произведениях Толстого, Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Гумилева, Твардовского? Товарищи дорогие, это... Обращу отдельное внимание, что это у нас мейнстрим. Это не мы нашли прикольного мракобеса, какого-то откопали где-то, хрен знает где, на каком-нибудь маргинальном сайте, блин, с 12 подписчиками. И тащим его, типа, на публику. Нет, это мейнстрим у нас. Вы включите, блин, центральные каналы и услышите там вот примерно то же самое в политических ток-шоу уже. Причем, опять же, не как реплику, типа, справа. А как уже то, что ведущий задвигает. Линия партии. Да, как линия нашей правящей партии. Ну, а вся русская словесность – это рассказ о схватке добра и зла, рая и ада. Ага. За стремление победить в человеке ад. Где такое было вообще, опять же? У Твардовского. А в Европе кто-нибудь писал? А, не, не. Про ад, рай, да. Они не знали такого, они сразу все про права гомосеков. И все, и слышать ничего другого не хотели. Победить в человеке ад – взрастить в нем рай. Это одоление бесов, которые тянут мир и народ к потрясениям. И возвеличивание в человеке… Ух ты, хоть и бесы. И режим именно потрясения. Родное начальство говорит, потерпите 10 лет. Потом говорит, потерпите еще 5. А вновь говорит, еще 20. И, короче, вы Россию не узнаете. А потом, если бы 17-го не случилось, то я понимаю, они бы сказали, что теперь, поскольку у нас война была, эти 20 превращаются… 40. Ну и так далее, короче. Столыпин, он, видишь, он много думал 10 лет. Додумался, что надо много работать. Если бы труд был плодотворный, если бы пуля террориста, агента царской охранки, не прервала бы его жизнь. Вот помимо одоления бесов, надо еще возвеличивать в человеке светоносное божественное начало. Это хорошо. Помогает ракета в этом. Вообще помогает устроить войну. Потому что мы же знаем, что в окопах атеистов нет. Ученые доказали, не знаю, британские или какие, что в окопах неверующих нет. А значит, что было больше верующих. Логично, больше окопов вырыли. Русские большевики затеяли громадную… Русские большевики. Да, они затеяли громадную народную работу создания царствия. Как они сами себя называли, я просто не могу удержаться. Сразу столько всего неправильного. Ну ладно, ну-ну. Короче, работу они затеяли по созданию царствия божьего на земле. Они считали, что такое царство можно воздвигнуть усилием просветленного, озаренного человека. И опять же… А, я понял, откуда в этом Хайль-Цезарь взялись эти карикатурные коммунисты. Они же вот это задвигают прям прохановскую. Просветленный там новый человек. Нет, товарищи дорогие, коммунисты по-другому рассуждали, ибо были марксисты. У них всегда материальное вперед идеального. Поэтому они рассуждали, чтобы вот у нас появился новый просветленный человек. Под это хорошее начинание надо подвести материальную базу. В частности, уничтожить классы, создать все условия для этого самого развития человека. И более того, провозгласить оное развитие нашей главной целью. Да. И следить, чтобы цель не менялась. Заодно. Саханов называет это коммунистическим раем. И говорит, что вот русские большевики строили его, потратив на это строительство слишком много колючей проволоки. Это он на ГУЛАГ намекает? И не только. Много колючей проволоки потратили. Угу. Это интересно. Это на что он намекает? Ну, видимо, переборщили они в создании нового человека. Да. Пришлось его в колючую проволоку обернуть. Ну, чтобы осветлился, да. Русская мечта о величии – это мечта о могучем, прекрасном, цветущем царстве, где господствует справедливость не только между человеком и человеком, не только между государством и человеком, не только между могучей машиной и природой, но и в недрах самой природы. Между государством и человеком это невозможно. Это же мечта? Да. Мечта – это была мечта до того, как товарищ Маркс и товарищ Энгельс и многие другие мыслители не сделали из мечты науку и не написали, как по науке нам дойти до этого царства всеобщего равенства и справедливости. И ничего сложного нет, кстати говоря. Это то, что я уже озвучивал. Материальная база подо всем нужна. Если у тебя задача равенства достичь, ты экономически всех уравняй. Не в том плане, что выдай каждому одинаковый паек, а в том плане, что по отношению к средствам производства материальных благ все одинаково относились. И вождь, и доярка, и комбриг, и боец. Возможности, чтобы у всех были одинаковые. Чтобы все были работниками одного большого хозяйства. Но Проханов считает чуть-чуть иначе. И говорит о том, что это мечта о божественной справедливости. И устраняется самая страшная земная несправедливость – смерть. Нет, товарищ Проханов. Постановить смерть – это, конечно, мечта хорошая. Как у Федорова, блин, тоже, да. Классно, воскресим, там, предков. Но у меня на это небольшое, блин, возражение. А может, мы перед тем, как этим всем заниматься-то, мы, может, жизнь наладим? Вот просто жизнь. Обычную жизнь. Чтобы эта жизнь была, а не сплошные унижения и превозмогания. На ровном месте. Там, где ничего не надо уже превозмогать. Вот о чем, блин, марксизм был. Не про то, что царство божие. Это, блин, это он начитался у этих всяких обновленцев, что ли? Эти самые попы, которые хотели при делах остаться и решили как-то совместить коммунизм с религиями. А, вот он, обновленец, как отец Федор. Понимаешь? Ты что, как к обновленцам подался? А что, обновленцы, не люди, что ли? Как же люди, люди. По иллюзионам бегают, алименты платят. Ну, а образ этот, прекрасный, как церковная фреска, живет в русском народе и поныне. Мы теперь двигаемся. Живет, живет. К несчастью для вас, господа начальнички. Живет и не умрет, блин, никогда. Да, потому что, в том числе, мы двигаемся от великих потрясений к величию. Мы уж видим, да. Величие больше всего с каждым неделей даже. Вот с каждой неделей уже. Раньше все с каждым месяцем. А сейчас уже темп ускорился. Этот путь, политый слезами и кровью, требует от нас громадных трудов и жертв. Обещает великие откровения. Ну, от нас. В смысле, от нас, в смысле, от нас. Ну, в смысле, что про ханов там что-то будет жертвовать. Опять же жертвы заговорили. Ну, жертвы, как же, пожертвовать что-нибудь. Ну, откровения велики за то, да, обещают. Ты за исполнение древних пророчеств не готов, что-то все отдать? А еще появятся среди нас праведники и исповедники. Не знаю, как с праведниками и исповедниками. Они вроде бы наблюдаются в достаточном количестве. И тут, и там. На улицу выйдешь, вот они. Газетку откроешь опять, вот они. Телевизор включишь. Там вообще не продыхнуть. А глядишь, может, и праведник где-нибудь пойти. Но только, опять же, господа начальнички. Как бы вам не огорчиться, если появится какой-нибудь праведник, реальный, и исповедник, и пророк. А вдруг он как молвит, да, вольность прорекая. Как все молва от края до края, глася свободу, протечет. Вот у таких у нас целый уголовный кодекс существует. Ну, а там же, понимаешь, возникнет рать повсюду, Брана. И надежда всех вооружит. Надежда Константиновна. Вот, и тогда что за колодки? Тогда уже все под вопросом. Кому в колодках сидеть, Брана. А кому охранять? Все может резко поменяться. Товарищи, дорогие, Брана, православные с миновеховцами. Ну, а мечта о русском величии, это мечта о царстве небесном. Ну, все в рай попасть, точно, блядь. Ну, что-то я помню, это не в России, по-моему, да, говорили. А где-то там, у сионистов. Под крылышком. Состояние реального государства характеризуется расстоянием этого государства до царствия небесного. Не, а что флоренский же отнашел? Это, наверное, рай нашли, уже штангенциркулем уже измеряют. Расстояние уже известно. А куда, сколько туда ползти. Но вот это государство в своем становлении стремится уменьшить это расстояние, придется к идеалу. Я понял, что идеал, что мы все в раю. Это я догадался, да, господа начальнички. Кроме всяких шуток, это я догадался году в 20-м. Вот когда вы с эпидемией боролись. Я понял, что это для вас... Сейчас хотя бы эти куски получились. Ну, что ж, еще и его не хватало на нашу голову. Уходи, блядь, COVID-19. Не до тебя сейчас. Вот реально вообще. Вообще не до тебя. У нас вот проханов с нижегородским сознанием. Дальше мы переходим к следующему разделу статьи, которая называется сокровенное знание.русские коды. Точка ком. Вот, наконец-то. Русские чит-коды, какие они? Сейчас пойдем. К величию ведут сокровенные русские коды, если что. Коды знаменуют собой народный опыт, добытый среди потрясений, падений, озарений, восхитительных достижений. Коды – это ступени, по которым народ поднимается к своему величию. Великий правитель... Ступени – это такие выемки. Великий правитель ведает сокровенные народные коды. Владимир Владимирович на своем компе вводит чит-коды все время. Я все время и думаю, ну, как можно было стать таким антифашистом? Вот настолько антифашистским. Только чит-код. Теперь все стало на свои места. И он их ведает. Да, он умеет их запускать, вскрывать кладовые многоценного народного опыта. И кладовые, да, умеет, умеет, батюшка, большой социалист. Это точно патриотическая статья. Да, да меня только что нашло. Может, это все сарказм? Может, это он как я точно так? Ну, это было блестяще. Может, он как Энгель. Энгельс говорил же, блин, по молодости. Я, говорит, писал эти патриотические стишки вот в таком саркастическом духе. Что все умрем за государь императора. Отправлял в газету патриотов. Говорит, они брали и печатали. Даже не врывали, что это сарказм. Может, у него такой же случай. Попробуем найти еще какие-нибудь тайные подмигивания текстов. Ну, соответственно, вот этот народный опыт, он превращает... Когда правитель открывает кладовые, когда данного опыта, вот это все превращает народ в народ-победитель. А, понял, понял. Логично. Если у тебя кладовую обнесли, то ты, значит, победитель. Чтобы оттолкнуться, нужно достигнуть нас первое. И чем ты быстрее его достигнешь, в чем тебе поможет родное начальство, тем быстрее ты попадешь в рай, что есть наша заветная мечта со времен язычного. А потом тебя воскресят и бессмертный полк запишут. Как на сарказах. Да. Хорошо, хорошо. То есть вы даже после смерти покоя не оставите, господа начальнички. Как родище писал, что прибудет смерть, да, един покров. А от вас уже не спрячься, да. Вы все равно воскресите и сразу повестку. Попадаешь в царствие небесное, а там будет президент. И все. Не, у нас же и здесь будет царствие небесное. Им зачем мотаться? Не, ну... Его гальванизируют тоже. Россия достигнет царствия небесного, и автоматически, получается, Путин изберется на очередной срок уже в царстве небесное. А там вроде какой-то начальник был, не помню фамилию. У него-то коды есть? С еврейских фамилией. Я не знаю. У него свои. По идее, он эти коды сделал, программист. Потому что он их и написал. Ну, ладно, разбираемся, что за коды. Суть такова, пишет Проханов. Писок кодов, пожалуйста. Первый код. Код взыскания. О, это что-то в области магии. Да, да, я про банки тоже подумал. Народ не теряет своей мечты. Не забывает о ней даже в самые грозные, страшные и печальные минуты своего существования. Падая в пропасть безвремени, он продолжает чаять свое будущее, идеальное бытие. Вымаливает, выкликивает его. Насколько я помню, взыскание – это не когда ты что-то вымаливаешь, а когда ты что-то требуешь. Ну, вообще. Или это новые смыслы? Словам придумываем. Ну, ладно, хорошо. Следующий. Это все? Ну, это все, да. Это все? Это надо подумать. А где-то взыскание. Это когда код попрошайства получается, если ты там что-то все вымаливаешь. Ну, как? Попрошайства. Получается так. Ну, следующий сразу код идет. Код священного труда. Это прекрасное и благодатное царство. Плюс 50 к выносливости, да? Да. Это благодатное царство обретается в великих трудах. Плюс только интенсивность. Проханов знает этот код, поэтому он до сих пор еще строчит такие тексты, невзирая на преклонный возраст. В трудах, коими добывается хлеб насущный, в трудах, коими воздвигается могучее государство, в трудах, коими достигается божественный идеал, ибо царствие небесное великими трудами дается. Да. Поп там кодилом машет, мужик в поле пашет. Все трудятся. Всем тяжело. Еще один код. Все, что ли? Все, это код. Очень коротенечко, а дальше он будет, видимо, не разбирать. Ну ладно, хорошо. Потому что следующий код – это код воскрешения. А, вот он, да, на респаун бесконечный. Ну-ка, ну-ка, мне его, пожалуйста. Я чувствую, он пригодится в ближайшее же время. Русская история пасхальна. Русское государство, умирая, опускаясь во гроб, пребывая в нем три немых дня, вновь воскресает и возносится в новом цветении. Все русские начинания… Есть в этом что-то такое, напоминает запрещенных и осужденных в России этих исламских государственников. У них тоже в том же духе все. Ну, все русские начинания, если их постигает неудача, несчастье или разорение, народной волей и любовью вновь воскресают, движут народ к величию. Был бы Путин, как говорится. Это, возможно, связано с следующим кодом, код русского чуда. Без этого кода не понять русской истории. Россия и русский народ… Поэтому нам объяснят, Мединский вон учебник накатал. Сейчас купим, разберем. О, класс. Ну, так вот, Россия и русский народ должны были уже давно погибнуть, если бы не случилось чудо, которое каждый раз расточает тьму, вселяет впавшего духом новое мужество. Увидя, что все хуже идут у нас дела, взяло изрядно, мужа Господь нам не спасла. Вот еще это все чудо наделяет ослабшего силой. И происходит чудесное преображение тьмы в свет. Поражение в победу. Поражение в победу. И как с этим бороться? Никак не бороться, поэтому все и сдаются. Еще есть код общего дела. Достижение этого благодатного чудесного царства возможно через усилия всего народа. А это нам надо сплотиться. А, у нас артель? Наша огромная. Артель, товарищ Проханов, я тебе напомню. Это когда все пайщики, да? Кто трудится. А у нас что-то как-то… В артеле, насколько я помню, там общее собрание всех пайщиков решает-то вопросы. Ну, так-то да. Например, блин, кому какой пай нарезать? А у нас, опять же, что-то у нас узкая группка где-то там уединяется, а потом выходит, говорит, затяните пояса. Или это другой чит-код? Зато у нас все могут жертву приносить. И оттуда, особенно если заставить, куда же ты денешься. Но у нас не только огромная артель, у нас еще боевой батальон. Последнее время, да, выяснилось, что у нас еще и батальон. Общий труд, общая вера, общая жертва, общая победа – это и есть код общего дела. Но это еще не все. Хорошо, а еще коды полезные и хорошие. Код оборонного сознания. Минус 30 к беспорядкам. Мы обороняем свою мечту. Минус 10 к усталости от войны. И обороняем наше стремление к идеалу. Опять же, кто-нибудь тогда когда-нибудь в истории человечества такое делал? Я вообще не в курсе, воевал кто-нибудь? А, нет, с Россией же воевали, точно. Ну, не с Россией. Была какая-нибудь война, чтобы в России там не участвовать? Когда кто-то напал на кого-то, кроме России. Русский народ во все века исполненный оборонного сознания? Реально, это же цивилизация. Когда у тебя все это копится с каменного века. Когда у тебя там пантеон какой-то был первый, и он тебе эти бонусы дает еще в 2050-м. Но, в общем, что с этим сознанием оборонным? Хорошее, кстати, название для всяких перков цивилизации. Тебе игры делали, товарищ Проханов. Ну, хрена ты, политика? Офигенная игрушка получилась, фэнтези такое. Научно-фэнтези. Не научно-фантастическое. Может, что-то делают в рамках импортозамещения? На место звездных войн. Вот это. Тут лор на проработание. Он бы джедаи, какие, оказывается. Так вот, русский народ, преисполненный вот этого сознания оборонного, отражает нашествия, имеющие цель захватить нашу землю. Да, не то, чтобы там какие-то полководцы, выучка солдат, современное или не очень оружие. Нет, не это решает. Решает, вы поняли, товарищи, да, иконку поцелуй, и вперед, и думаем, что всегда так было и так надо. А если все плохо, так это только потому, что вот-вот станет хорошо. Фу. Так вот, эти сами враги, нападающие, они хотят раздробить наши священные коды, отнять у нас нашу мечту. Хакеры. Получается так. Да, дудос происходит. Ну, то есть, кто говорит, например, что эти коды чухня. Вот-вот уже себя показывает. Он, наверное, и ноги. Как супостат. Да. История поручила России принимать на себя всю тьму мира. Когда это было? Да лично. Вот он только боженька на скрижалях вручил Серафиму Саровскому. Это нам. А тот Николашке Палкину дал добро. Ну, вот Россия, значит, принимает на себя всю тьму мира, превращая ее в свет, неся при этом неисчислимые утраты. А, то есть, утраты нести, это тоже... Ну, товарищи, вы поняли тему, да? А волки и овцы вспомнились. Что ты скажешь-то в оправдании? Судьба, матан. А судьба индейка. Проворовался из полка, выгнали, понимаешь? Дальше Проханов пишет. Седьмой код. То есть, он до этого не считал их, а теперь седьмой код. Точно седьмой не обсчитал? Наверное, что-то проверим. Ладно, это на перерыве проверим. Россия – душа мира. О всемирности Пушкина, о всемирности русской души вещал Достоевский. Россия стремится в желанное благодатное будущее. Увлекает за собой весь род людской, все человечество. Ну, я считаю, что это вот кореец, какой-нибудь негр преклонных годов, кубинец из Венесуэлы, из Чили, из США, из Германии, из Франции. Откуда угодно. Чук, Чайский мост. Все, прочитав это, захотят в едином порыве бежать за товарищем Прохановым. Особенно, когда он скажет про чит-код. На воскрешение. Да, на воскрешение. Как здорово. У нас Федоров сто лет назад сказал, давайте людей воскрешать. Значит, у нас есть чит-код. Девушкое чудо тоже классный чит-код. Начинаешь проигрывать, вводишь, и сразу победа. Хорошо. Николашка не успел, наверное. Компьютеры тогда были слабоваты. Разобраться надо, почему Россия душа мира, да? Тут Проханов пишет, что Россия не может быть счастлива, если... С такими-то идеями, блин, я даже, можно и не разбираться. Это ж настолько все передовое, настолько ж все новое, просто ни одна запятая еще раньше так не стояла, как здесь. Ну, так суть такова, что Россия не может быть счастлива, если вокруг нее бушует насилие. Если другие народы прозябают в рабстве, если существует беспощадный грозный властелин, возложивший свою железную длань на другие народы. Это что, типа, долой самодержавие, долой самодержавие, что ли? Я же говорю, что товарищ Проханов явно он стебется, а сам намекает. Я ему как товарищу, так как дам совет бесплатный, ты, товарищ Проханов, намекай-то почаще и почетливей. А то многие подумают, что это не сарказм, нифига, просто у тебя кукуня поехала. А еще сволокут куда-нибудь, смотри. Ну, в общем, Россия не может терпеть, когда вокруг все печально. Сейчас жемчужников вспоминается, прям хоть рассказывай. Давай, товарищ, давай. Помимо этих семи кодов существуют тысячи других. Кот Пушкин, Кот Сталинград, Кот Байкал. Кот в Куполе березка стояла. Существует такой код. А кот вставай, проклятием заклиментный. Я думаю, и он тоже есть. Его вводите быстрее. У кого там, кто за клавиатурой сидит? Кот Сталинград сейчас уже который раз вводит. Что-то не сильно помогает. Ни Сталинграду, ни вообще. Кот Матронушка должен быть. Вот эти семь кодов, которые мы только что прочитали про них, они вот основные. Они составляют сокровенное знание. И если противник или враг... Тебя преподавать надо, товарищ Проханов. Как у нас студенты без этого живут? Впрочем, я больше чем уверен, что это будет преподаваться. Там же, где я у Захарушки-то прилеплено, где я эту статью нашел, я у него же нашел, что вот, типа, школьная библиотечка для чтения. Вот мои книжки вышли. Типа, как я рад, как я рад. Попер там, не знаю, то ли для хайпа, то ли в натуре. Вот Пушкина там, типа, этого Толстого при жизни изучать начали. Да, базара ноль. Теперь и ты в том же ряду. В чем же дело с этими кодами? В чем опасность? Никак мы от них не отгребем. Если противник или враг проникнет в хранилище этих кодов и начнет убивать их, подменять другими. Подожди, новые вводные. Они хранили, то есть, они физически, как физический объект. На каком-то сервере. Нет, они на складу, во-первых, на каком-то, а во-вторых, они еще и живые. Это же их убивать, а не ломать там, например, правильно? Значит, они живые. А что бы именем воспользоваться? Подменять. Ну, как вот вместо нашей кошки другую, буржуйскую. Принесу. Нашли на перерыв. Давайте хотя бы предложение докажем. Давай, давай. Так вот, получается, что если их начнут подменять другими кодами, удаляющими нас от победы, от восхитительного идеала, то народ... А наш, программист, один код от другого не отличит? Вот тоже вопрос, кстати. Получается, что если вдруг что-то произойдет, и нас удалит от победы, от восхитительного идеала, то народ ослепнет, впадет в уныние, и русское государство упадет и разрушится. Ты же сказал, что оно не может разрушиться-то, э, стопэ. А если код-то заменить? А, подожди, да, это из-за кодов оно не могло. Да. Так что Россия в опасности. Батюшка такой, представьте-ка, хранилище-то часового, что ли, я даже не знаю. И парочку, да. Блин, меня сейчас жутко посетила догадка. Если они золото, бриллианты там хранили, бля, с них ведь станется и хранилище с нашими читкодами. Кто же там построить, где они пьяные? Сука. В соседнем доме с Пентагоном. А потом, так сказать, нас за нос водили, и все. Теперь читкод наш главный украли, нам всем хана. Ой, да, товарищи. Немножко я приободрился. Сегодня что-то плохое было настроение такое с утра. Да. Но последнее. Эти сокровенные коды и есть те смыслы, о которых говорят сегодня, русские философы, политики и историки. Да, да, да. На политических ток-шоу постоянно. Смыслы, смыслы. Так подождите, а на тех же политических ток-шоу нам говорят, что нам надо создавать какие-то смыслы. А вон Проханов говорит, они уж тысячу лет у нас есть и не меняются, и каждый культурно-образованный русский человек про них знает. Ну, возможно, это дополнение к той тысяче кодов. Нужно новое еще. А, да, 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 точно. Код Путин, например. Код Пушкин был. Код Путин уже, наверное, существует достаточно. Пришлось придумать, да. Наверное, Код Пушкин раньше же придумал. Код деноцификации вот тоже. Вообще, код на волшебство они придумали. И давай кругом магия. Кругом какие-то чудеса, что не постигнешь. Пора, пора. Пора перерыв делать. Прерывемся, да. Медозами, и он только маленькими чайными ложечками переварили прошлую дозу Проханова, можно следующую принять. Только осторожно, чтобы изжоги не было. Да, нам теперь предстоит новый термин – вероучение русской мечты. Православие, которое от языческих и шаманов нам перешло. Практически так. Проханов объясняет это как… Мы в Византии еще и научили православию. А, ну да, это же известный факт исторического. Икону им прислали. Да и вообще Иисус со Смоленщиной был. Все же знают. Веручение русской мечты – это вероучение о русских смыслах и об их сбережении. Ну, то есть, о тех самых кодах, про которые… Да, да, да. То есть, они даже во времена Владимира Крестителя знали, что мы тут русские смыслы собираем. Я только единственное, что не пойму. Если они физически реально существуют, где-то в каком-то складу хранятся… Питомник. Нет, это, видимо, какой-то питомник. Почему это вероучение? Должно быть просто учение о том, как сберечь коды, которые спрятаны в каком-то складу. Ну, без веры коды не работают. Очевидно, вот это мы учение сейчас и изучаем. Как раз. О сбережении кодов. Ну, я как-то прозираю уже, я как способный ученик, уже другие лекции послушаю, прозираю, что нам надо будет сплотиться, да, а потом принести великие жертвы. Я думаю, да. Почему в такой последовательности именно? Мне пришла смс. Если внезапно понадобятся деньги, выручат кредитные карты с Бенбанкой. Рекламная интеграция. Не выручит, на самом деле, проблемы усугубятся. Так вот, взыскание. Работа. Вот. Там знак, знак. Говорим о кодах. Даже не думай. Сразу взыскание. А что, если их только и можно вербально активировать? Ну, как ты собачку активируешь вербально, там, аппорт. А, понятно, то есть вот все эти пропагандисты по телевизору, они сейчас как бы... Занимаются активацией кодов. Да, активно, без прерыва, днём и ночью. Ходят в этот питомник, что там делают с питомцами. А потом вот статьи пишутся. Ну-ну. Величие государства – это плод усилий всех русских земель. Каждая русская земля – это река или ручей, вливающая свою чудотворную влагу в чашу русского величия. А каждая русская река – в свою очередь. Это что? Это воздух? А воздух, в свою очередь, земля. А я помню, у Джельсамина там был такой, да, что сыр это чернило. Да, это не Орвелл, это Джельсамина всё-таки. Ну-ну. Каждая земля плодоносит. В каждой земле происходили... Даже это же река. Ну... А с тетрами что-то? Ну, чудо русское. Чего вы не хотите? Ну, видите, если чудо, в принципе, то ничего невозможного нет. Могут, да, и прямо на реке помидорки вырасти. Там точка респравда. Ну, да, вводишь код. Земля, получается, плодоносит. И в каждой земле происходили деяния, строившие государство российское. Некоторые деяния заключались в том, чтобы пойти на соседнюю здесь землю и там всё пожечь. Например, блин, пригласив с собой для весомости, например, татарский эскадрон какой-нибудь. Или половецкий, блин, до этого. В каждой земле рождались русские чудотворцы, русские подвижники и герои. Каждая земля своими реками, лесами, просёлочными дорогами, великими трактами и путями. Своими городами и монастырскими... Ой, нет. Своими городами и монастырями плодоносит. Вот это уже было. И эти флоты... А Сталин мне пришло в голову. Русский герой. Как это он? Ну... А, подожди, аж в Российской империи был. Всё, туда благодать уже переползла. И эти плоды, добытые в великих родениях, земли сносят своему государству, который принимает их и взрастает к величию. Да, да, да. Ну, снесли, типа, не снесли, в смысле, чугунные гири, а снесли, в смысле, снёс, принесли. Те самые народные кладовые, которые открываются, сносят государство, и государство... Про это вот, товарищи, читайте, Тараса Григорьевича Шевченко. Сон, например, отличное произведение. Он как раз там и описал, что вот здесь, да, последнюю рыбаху снимают, и туда всё сносят. А там уже не знают, куда ещё брюлик себе, блин, прилепить на платье, потому что и так всё увешано. Очень некоторые были этим недовольным положением дел. Но благо, что тогда никого же ни о чём не спрашивали. Ну, я так понимаю, что это мы только что читали про становление государства российского. Так оно как становление, оно сразу появилось, там, сходу языческие эти ещё, блин, племена. Ну да, а потом... А, они нашли питомник с русскими смыслами. Да, и за счёт этих смыслов им начали всё сносить, получается. Все ходить начали в этот питомник. Да. И каждая русская земля, каждый проживающий на ней народ неповторимо драгоценен. Каждый несёт над собой свод русской государственности, свод великого русского храма. Ох, несём, батюшка, несём, блин, и государственности вашей, блин, и ваших храмов, блин, несём. И ваше... А в последнее время добавилось ещё, блин, вы ко всему прочему кинули ещё, вот ещё мечта. У нас мечта тут, блин, что все окрестные, блин, эти владения, блин, были наши. Несите ещё эту мечту. Вам должно быть по кайфу. Это ваше историческое предназначение. Наши гениальные решения в жизнь воплощать. Строить рынок. Или строить русский мир, например. Или строить, вот что завтра у них будет в повесточке. Я даже не берусь предполагать, чтобы в лужу опять не сесть. Продолжим, продолжим. Русские смыслы изучать. Да. И про мечту, мы говорили про русскую мечту. Про хадов задаётся вопросом. Про порядок-то когда будет? Что она, нижегородская мечта? А почему вдруг нижегородская? Никак не могу понять. Это вот мы сейчас... Я прозреваю, что это из-за Минина. И не только. Вот какова идеология Нижнего Новгорода? Задаётся вопросом. Там ещё, я знаю, там Немцов тусовался. Да, был он действительно. И портил там русские смыслы. Хотя он хотел всех пересадить на Волги. А сейчас я что-то от первых лиц уже такое слышу. Правда, Волг-то уже не делаем. Теперь будет китайский москвич. Ну, о, пересадить всех на китайский москвич. Ну, вот, смотрите, обратились мы к Нижнему Новгороду. Ну, к земля русская, да, всё-таки, в первую очередь. Угадать. О, кя, почему Нижний-то? Я же говорю... А тут такой ещё. Не, ну, у нас есть другой Новгород, который древнее. Ну, да. Там ещё всякие там Александры Невские, например. Аминин Крут, но, блин, Невский-то покруче разобрался. Потому что у Проханова есть логика в этом, конечно. Так. Сразу непонятно, но потом поймётесь. В следующем абзаце. Как угадать вот этот миф Нижегородский? И идеологию. Как изречь этот восхитительно неповторимый миф? Как воплощаются в Нижегородской земле в её истории древней и нынешней сокровенные русские коды? Ну, во-во-во, сейчас мы узнаем, как на практике. Вот чит-код, например, на бессмертие. Как он работает? Нет, мы пойдём по порядку. И начнём с кода взыскания. Ха-ха-ха, ну, правильно. Сначала пристав придёт и всё взыщет. Как работает код взыскания этого благодатного, неведущего смерти царства? А, нет, если подумать, то не такая уж это и чушь. Потому что, как у нас тут, соответственно, ещё Рюрик всех застроил, вот сразу у нас целой категории, блин, населения сказали нести подати. А если они, значит, приносили меньше нормы, то приходили взыскивали. Это ведь пристава в том или ином виде. Там в кольчуге или там во фраке. Ну, пристав есть пристав. И так и было. И сейчас, я смотрю, тоже процветает. Одно время был какой-то пробел. Сейчас мы остановили. Хороший код. Вот его, вот я думал, тут даже и размышлений хороших не получится никаких. Что это просто бред сивы кобылы. Нет. Есть в этом доля истины. Сейчас пойдут примеры кодов. В общем, Александр Проханов нас переносит в Нижегородскую область. Хорошо. Мысленно перенеслись духом туда. И пишет. В селе Полховский Майдан. Так. Плохое название. Может быть, поэтому он зацепился. А подожди, а может он... Может, Майдан был духоскрепный. Нижегородский. И надо было его поддерживать. Прикинь. А наши начальнички, им специально там американцы за нос их водили, и они не заметили этот код. Подняли смысл. Оказывается, что Майдан у нас придумали, и он хороший. Эх. Но вот в том селе... Чем получилось из-за этого недопонимания? Вот вам, товарищи, философия. Говорят, не надо философии. Историю зачем учить? Вот. Ну. Но знаете, короче, что в селе Полховский Майдан работает артель игрушечников. Утачивающих из дерева коней и матрешек. Гениально. Это хай-тек. Но это еще не все. Это импортозамещение. Я думаю, что деревянные конники заменят нам эту Теслу. А матрешка, соответственно... Не знаю, айфон. В общем, всех этих коней и матрешек покрывают лаком. Расписывают восхитительными цветами. Под хохламу, ну и чего, да. И в них ты угадываешь... Или там, подожди, подо что там расписывают на Майдане. Сейчас посмотрим, как это выглядит. Я не знаю, на Майдане, блин. Это расписи были плохие. Вот, пожалуйста, смотрите, горшок. И грибок. А вот матрешка. Хорошо. Теперь мы знаем. Хорошо. The more you know. Можно на обложку поставить. Какого-нибудь коника. Так. Так. И вот в этих восхитительных цветах угадываешь мечту наших языческих предков. Я так сразу... Смотрите на эту матрешку. Сразу посмотрел, сгляжу на матрешку, вижу капище, да. Сразу на ум пришло. Да. Вот цветочки еще. Попуски. А платочек, кстати, навевает мысль, Лен, про всякие запрещенные в России организации. Хотя цветами расписаны, но он черный. Вот какие-то чернявые матрешки. Глухой платок. Черноглазые. Ну, таки наши, блин. Нормальные, вдыхавые матрешки. Хорошо. Языческая мечта. Да. Сразу видим. Наблюдаем. Цветочки и ягодки сразу говорят нам. Бабы эти. Каменные. О бесконечности и бессмертии человеческого рода. Еще раз. О бесконечности и бессмертии человеческого рода. Кто матрешка нам говорит? Да. Цвета вот эти особенно. А, нет, это цветы, наверное. Матрешка не может, она же заканчивается. Цветы, цветы. Ну, ну. Так, ладно. Вот. И а в чем еще вот эта мечта человеческого рода? То есть, когда в одной матрешке содержится вторая, а во второй третья и далее. И смерть не в силах прервать эту череду рождений. Стопэ, ну там же есть последняя матрешка. Вот я об этом уже подумал. А потом ты просто начинаешь собирать. И в этом как раз и есть вот эта синусоида проглядывается. Ты сперва разбираешь, потом собираешь, потом снова разбираешь. И так бесконечно. А если потерять какую-нибудь одну, например, матрешку? Что из этого можно вывести? Значит, что кот украли. Все, теперь. Ну, вот цветы, которыми покрываются эти изделия, суть цветы израильских садов. И человек, и конь, и всякое другое творение помещаются в старство красоты и любви. А откуда Проханов-то знаешь, что они израильских садов? Не знаю. Он видал, может. Кто его знает, что он вообще видал? Что он читал? Он что-нибудь читал? Израильских садов. Оконь в яблоках, это значит, тоже райские яблочки. Ну, ладно. А еще в Колховском Майдане на кладбище. Молодильные яблочки. Стоят огромные, в два человеческих роста, надгробные кресты с надписью. Мы уже дома, а вы еще в гостях засиделись. А, это наша национальная мечта новая, что ли? Что, что-то мы в натуре засиделись? Спасибо, блин, товарищ Проханов. Не, ведь, знаешь, он еще на моих похоронах простудится. Даром, что ему там кажется 120 лет или сколько. Ну, типа около. Наши предки, оказавшись в раю, зовут туда и нас, ныне живущих. Что-то после вас, товарищ Проханов. Как мудрый еврей на такое говорил. Хуй дождетесь. Вот хотел без черных слов и не удержался. Надо будет запикать его. Потому что нам что-то какие-то ограничения ставят, и мы не поймем, за что. И на всякий случай вместо перекуры говорим перерыв. Мы же за это. И без черных слов. Да, тоже запикаем. На всякий случай. Начальнички ютубовские. И вы такие, даже внезапные. Ну, ладно, продолжим. Так вот, царствие небесное, кресты. Наша национальная идея. Я понял, Владимир Владимирович не зря говорил. Все в рай. А взыскании небесного царства, идеального бытия, говорят дивные нижегородские монастыри, прославленные во всей России. А, ну да, сказать-то больше и нечего в нашей нанотехнологичной сверхдержаве-то, суверенно-демократической. Вот монастыри, да вот еще вон матрешек там вытачивает. Артель, инструмент весь китайский. Ну, хоть деревяшка наша. А лак-то китайский тоже. Так вот, эти монастыри, Дивеево, Макарьевский монастырь. Здесь же, в Нижнем Новгороде. Нужнейшее, да, учреждение. Может, это рекламная интеграция? Куда ж без них? Ну, если что, если это рекламная интеграция, тогда, значит, там перечисленные учреждения с вас причитаются. Я терпею, а приеду. Такое ощущение, что... Могу в любую, это, блин, вашу корзину залезть, значит, и взять, сколько мне положено за рекламу. Ну, смотрите, здесь еще в Нижнем Новгороде подвязались великие русские праведники Серафим Саровский, преподобный Макарий. Их проповедь по сей день слышна по всей России. Они зовут народ. Вашими стараниями и других шовинистов, конечно, до сих пор слышна. Вот они зовут народ. Сколько вы будете. Как Шевченко прям говорил. Все будут храмы воздвигать и своего царя Хмельного до византийства прославлять. И не дождемся мы другого. Он там что-то про топор еще писал. Зовут Серафим Саровский и преподобный Макарий. Народ наш чудесный чертог. Чудесный град в чудесную страну. Именуемую Царствием Небесным. Мне уже страшно. Ты опять хрен дождешься, товарищ Проханов. Я прям разозлился. Шутить не хочется. Зовут, зовут. Тебе по возрасту понятно. Уже зовут. Ну, ты всех-то... Ты хочешь всех с собой забрать, что ли? Нифига, ну ты даешь. Вспоминаю. Грандиозные у тебя мечты. Ты не Федоров какой-то. Блин, ты тут говорил, давайте воскресим, кто помер. На этот давайте все в рай пойдем. Вспоминаю, что пишет Дмитрий Анатольевич, что некоторые наши там советники, которых мы... Я о чем и говорю, товарищи дорогие. Теперь вот товарищ Алексей совершенно правильно заостряет внимание. То же самое, а иногда еще похлеще. Мы слышим из уст первых лиц нашего любимого государства тотального патриотизма. Стремящиеся к Царству Небесному. Да. Ну, отдельные. Отдельные группы населения стремятся. Нет, для других тоже предусмотрено. Судя по всему. Царствие Небесное. Не, ну а кто-то хочет на все это со стороны смотреть. Как другие в Царство Небесное. А сам-то хочет попозже, небось. Ну, ладно. Продолжим. Монастыри и кони в лаке и цветах. Это еще не все. Монастыри, бла-бла, матрешка, бла-бла, калина в поле в ручье. В Нижнем Новгороде родился Максим Горький. Вот, вот, арич Горький в свою очередь завертелся. Да. Волчков гробушу. Его тут в таком произведении припомнили. Кусает локти, думает, не надо было мне ни своевременные мысли эти писать. Проханов поясняет, что Максим Горький – это певец великих преобразований, советский мечтатель, сформулировавший теорию социалистического реализма в литературе и искусстве. Да, ярким представителем этого направления можно считать товарища Проханова. И вот его замечательная статья соцреалистическая про чудеса. А, я, кажется, понимаю. Я, кажется, понимаю. Им, наверное, и старича Горького очень нравится Данка. В том плане, что делайте все вот как он. И вперед. По моим делам. Бегите. Вытащив сердечко-то из груди. И, да, вот опять же, вот ты, Орич Горький, да что тебя романтизм-то довел. Проханов цепляется за этот соцреализм и продолжает. Это теория. Вот это дело. У меня просто чувство, как, ну, знаешь, такая красивая роза такая, да, с капельками росы, прям в загляденье. И по ней, ну, и слезняк такой ползет, противный, скользкий, следно же оставляет за собой. Тьфу, прям. А мы все равно продолжим читать. Да, бедный соцреализм. Да, теория. Пожалею я его. Теория – это неотвергнутая и забытая. Попранная, ошельмованная. Побуждала художников создавать образы светоносных людей, озаренных мечтой о совершенном бытии. Это ты попутал с романтизмом, соцреализм, товарищ Проханов. Ты вообще понимаешь, что такое реализм? Реализм – это жизнь показываешь, как есть. Причем не просто наблюдения, блин, свои, а еще и пружинки, блин. Почему оно вот так вот есть? А соцреализм – это когда мало того, что показывают, как оно есть, но еще и направление задают. Это вот, товарищи… Вот возьмем произведение товарища Горького. Варвары. Про то, как блатные инженера приехали в глубинку железную дорогу строить. Настолько блатные, что им вообще насрать, блин, даже вплоть до губернатора. На них там городской голова попытался исправника натравить. Ну, короче, посмотрите, блин, отличное произведение. Есть там вот персонаж, нашинский такой, революционный студент. Он сам местный, он с этим на хвост упал, с этими приехал, с инженерами. Такой угарный, малый, дядька его там ставит. Говорит, что ты в тюрьме сидел? Ну, а сейчас как? Сейчас по-другому никак. Братан говорит, это сейчас такая повинность вроде воинской. Для всех порядочных. Ну, вот, и пока основное происходит действие, этот студент, который там третьего плана персонаж, он тихо и незаметно свои дела делает. Пока инженера планирует буржуйскую железную дорогу и всякими пошлостями, мерзостями занимаются, он там без отрыва от производства там раз какую-то купецкую дочку, дочку самого блатного купца, блин, раз вообще, блин, ее пролечил нормально, и все, она папе, блин, я на курсы. Я не буду этой животной жизнью жить, блин. Папа вскинулся, и что красиво, а она ему так красиво обосновала, почему она это делает, и почему он ей не должен, блин, мешать, что он прямо сел, и сказать-то ему нечего, только слезы утирает. О, красота. Вот без этого персонажа, замечательного студента с его делами, это просто реализм, критический реализм показывает современное общество и его изъяны. А вот это именно черточка. Наш человек, который, ну, понятно, цензура все дела, так что он очень вкратце так, очень общо накидывает наши идеи и наши задачи. В двух словах, но оно запоминается. Вот будете, если смотреть, товарищи, нам открывать глаза слепорожденным, оно врежется. Так что вот что такое соцреализм. А мечта, я говорю, сентиментализм, романтизм, это вот, да, вот они на мечте. Нам что мечтать, когда мы знаем, что делать надо? А почему Проханов цепляется за эту мечту, озарение мечтой? А почему, это Ленин еще сказал, что им буржуям, им бы только вот взять хорошее, правда, выхолостить напрочь, все для себя опасное убрать, и пусть, читайте Горького, мечтатель был такой. Но вот к чему он, собственно, ведет, выхолощивая, вынося за скобки все... Все революционное содержание, в котором, товарищи, самая соль, душа всего этого. Короче, все повыкидывал, наставил только великие труды и часто смертные жертвы. Очень удобно, очень удобно, господа начальнички. Конечно, блин, житуха будет как сейчас, а жертвы чтоб с такой же охотой приносили, как в Великую Отечественную. Мы поняли, да, мы поняли, кстати говоря, зачем вот это все же сейчас Великое Отечественное, все эти рассуждения, зачем нужны люди, которые это все утверждают. Все понятно, господа начальнички. Увы, что-то... Довольно-таки топорно, на самом деле, работаете. Уши заказчика из-за каждой строчки буквально торчат. Но по нынешним временам я смотрю, сколько про это клиповое мышление рассуждали. Я думал, так, сказочки. Сейчас смотрю просто. У меня было общение небольшое с патриотической общественностью, я до сих пор нервный. Ну, просто вот человек... Ну, вот смотрим вместе передачу. Там наглое буржуйское вранье. Причем они сами себе противоречат. Они вначале говорят так, а в конце выводят, что оно вот так. И одно с другим не стыкуется. И я вижу, что человек просто этого даже и не заметил. Просто вот тут сказали, что вначале. Он это отдельно воспринял. Потом он отдельно воспринял блок, который в конце. И все в голове, блин, положил на полочке. То есть, вот оно клиповое мышление, как оно есть. Да. Это как мифы как раз. И как пересказывали. Там же персонажи не сразу выстроились в какую-то общую лору. А сперва было так, что рассказывать, и персонаж такой. А потом следующий миф тут же может рассказчик говорить. Тот же самый персонаж, но он уже совершенно другой. Люди это совершенно нормально. Ну, нет. Там все-таки оно же к одной концепции приходило. Так или иначе. Даже тут, блин, даже Проханов не удержался. Про колючую проволоку там все-таки сказал. Вернемся к уху. Ну, да, вернемся, да. Потому что дальше Проханов тоже делает такой кульбит. И пишет, что атеистическое мировоззрение имеет глубинное подобие Евангелия. Нет. И все советское мировоззрение подникнуто идеей бессмертия. Ибо советские герои-мученики, будь то Александр Матросов или генерал Карлышев. Это не такое бессмертие. Бессмертие. Свою жизнь за идеал, который превышает отдельную человеческую жизнь и является идеалом чудесным. Надо сказать, товарищ Громову, да, про эту разницу. Блин, а довольно полезно получается, что это обрывками это слышишь, что там, то сям, у многих такие рассуждения. Нет, вовсе все было не так. Там речь шла про другое бессмертие. Про то, что мы живем в наших делах, в наших совершениях. Вот в этом смысле. А не в том смысле, как у Федоровы или как у Иисуса. Это не про Царствие Небесное. Это про живую жизнь. Да, и касаемо того, что атеизм, это как Евангелие, подобие, религия. Это не подобие, это антирелигия. Атеизм, это взгляд материалиста. На религию. Материалист разбирает религию с материалистической точки зрения и приходит к выводу, что боги все в истории человечества это просто литературные персонажи. Их придумали люди. Там это совершенно очевидно. Потому, что как люди где-то живут, у них и боги так живут. В их выдуманном царстве небесном. Меняются обстоятельства. Меняются обстоятельства, меняется уклад жизни, меняются боги. В принципе, по большому счету, с этой концепцией все религиозные деятели согласны. За маленьким исключением, что все литературные персонажи, эти боги-то в истории человечества, кроме нашего. Остальных всех, да, это люди придумали. Атеист, он, соответственно, шажок еще делает, что и нашего придумали тоже. Нашего придумали наши. Не случайно попы говорят, что он наше начальство очень любит. Тем, как бы, опять же, выдает заказчика этих сочинений. Ну, как интересно, смотри, можно и атеизм себе, оказывается, приспособить. Да, это тоже вера в бессмертие. Бессмертие мысли, товарищ Проханов. Не физическое бессмертие конкретной человеческой личности. Ох, как меня раздражает, когда они пытаются еще в философию. Кстати, не только же мысли, оно и материально тоже. Как там фраза из фильма была. Все, что мы делаем, эхом отзовется в вечности. И наши поступки, реально, и через тысячи лет, они все равно будут включены в то, что будет существовать тогда. И труд. Да, то, что мы создавали. Какие решения принимали, когда жили. Идет. Все, все передаем. Мы развиваемся, да, не как личность. Мы развиваемся, как человечество. Целое. Делаем вклад. Либо что-нибудь хорошее вносим, либо наоборот. Гадость какую-нибудь, вранье какое-нибудь. Наглое. Мозги пудрим людям. Рассказываем. Какую-то картину мира, блин, рисуем. Это даже в сказках такого нихрена нет. Потому что в сказках все последовательно. Тут на самом деле последовательно. Ну, вернемся к укладу Александра Проханова. Подчеркнем основное. То есть смертельные жертвы снова и великие труды. И что бы вы думали, это еще один код, код священного труда. Вот так он в нижегородских землях воспроизвелся. Он в код священного труда без зарплаты. Без сверхурочных отпусков. Зато с бессмертием. Столочная интенсивность. В следующей жизни. Она самая важная. В нижегородских землях обитают великие труженики. Неутомимые трудники. Трудники, да. Неутомимые трудники, совершавшие в давние годы расчистку непролазных чищоб. Освобождая место для пашек. А в других местах сразу пашня была, что ли? Сейчас много за кого обидно стало. Да уж. За вятку. Вот они взращивали на этих пашнях урожай, строя города, мастерские, заводы. Труд был тягостен, непосилен, надрывен. Да, и еще он был принудительный. Точно. У нашей побольшей части барин туда согнал людей. И они не вкусили, не насладились. Сладились, короче, плодами своих трудов. Вот в чем фишка. Это получается, они потрудились, потрудились, а потом это бах, от них унесли. А они загнулись. Чего стоит труд волжских бурлаков, пишет Проханов. Нижегородцы, освоив земли к востоку от Волги, расширяли пределы государства российского. Прилепляли к этому государству еще один часовой пояс. И туда запускали тоже бурлаков. Вот, 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 чуешь, да, товарищ Проханов, вот через мои намеки-то про бурлаков. Вот, соль-то, блин, да. Ты что-то их упомянул и забыл. А вот там, вот в них, вот в этом, бурлаках несчастных, вся соль. Очень красивую слышал историю, там байка нет, что у меня там Владимир Ильич. Раз. Какая еще, еще по молодости, не помню, с сестренкой еще. Вот, на утес вышли они и слышали там бурлаки. Тянут, кряхтят, бедолаги. На все окрестности. А, да еще Владимир Ильич тогда как раз сказал что-то в том духе, что какой может быть смысл жизни, кроме того, чтобы вот этот вот ход поломать, при котором люди так стонут, и заменить его на ход, при котором люди стонать перестанут и начнут смеяться, блин, для разнообразия. Ну, Проханов еще продолжает писать, несмотря ни на что. Ну, еще продолжит, я говорю, долго еще. Нижегородская ярмарка, торговавшая хлебом, злаками, сырами, медами, а позднее машинами. Это ярмарка... Машинами? Да, Атош. А, ну, там, да, есть производство. Свидетельница... Нет, там все сразу очень логично, потому что... Ну, когда машины начались, ярмарка там закончилась. А, все понятно. Ну, тогда же я, а ярмарка-то при чем? Она свидетельница множества умений, искусств, ремесел, по которым обладали, обладают нижегородцы. А в других местах такого не было, и в Дамаске где-нибудь, например, там, не знаю. Мне все больше и больше кажется, что это рекламная интеграция. Финансирование, да, этой статьи из бюджета Нижнего Новгорода, по всей видимости. Ладно, курортная мека теперь будет. А, он, наверное, в конце скажет, что питомник со смыслами там. Вот что? Чтобы туристов привлечь. Так, ну, заводы Красного Сормова, производившие корабли, подводные лодки, автомобили, обводные войны, орудия и струнки. А как было-то хорошо? А что там при Владимире Владимировиче, интересно? Много танков там делают. Ну, ну. Ну, так-то у нас танки сейчас 4-5 смен делают на предприятиях. Ну, так здорово, понятно. Это же классно. Можно говорить, а как в Великую Отечественную? Если кто-нибудь там за сверхурочными придет. Можно именно сказать. Что ты чё? Ну, вот все эти заводы, производившие корабли, все это повествует о священном труде. Хорошо. Компорт саровских атомщиков, денно и ночно создававших советскую атомную бомбу, это пример трудового подвига, спасшего родину в час беды. Хорошо. Сегодня Нижегородская земля дышит заводами, строит корабли, грузовики и могучее оружие. Да? Не знал, корабли прям строят. Хорошо, не все еще загнулось. Надо сказать. У меня уж совсем печаль. Еще один сокровенный код. Код воскрешения. Вот это мне самое интересное. Где мне его раздобыть? Вот сейчас нам расскажут. Скажут так. В примере Нижнего Новгорода. Способность русского государства воскресать после смерти, после окончательного испепеления, есть таинственный закон русской истории. Таинственный? Мне это не понравилось. То есть, опять ни хера не скажут. Опять скажут, воскресаем, а как? Не, вот сейчас он расскажет. Ну, Богу ведомо. Нижний Новгород явил свою воскресительную силу в момент, когда Москва пала после скончания Рюриковичей. Эх, вот бы ему, блин. Когда замутнилось русское небо. Такой, когда Батый-то, блин, явить. Или его тогда еще не построили, я не помню. Наверное, нет. Наверное, поэтому Батый все получилось, блин. А потом уже все, поляки, Наполеон. Все, Нижний Новгород уже есть. Так. Ну, воскресительную силу явил. Воскресительная сила, когда замутнилось русское небо, поднялся Донный Ил, и началось трагическое смутное время. Да, ну что, потому что муть была, потому что в другую сторону циферблата. Да. С дегенератами и рыбами. Да. И поляк стал хозяином Кремля. У народа исчез национальный правитель. Было дело. И католики служили местом в православных храмах. Национальный правитель. А в те годы в таких категориях вообще рассуждали. Надо перечитать переписку Грозного с Курбским. Нафига там про национальные отношения. Междунациональные отношения. Что-то мне сдается, что тогда и слова такого не было еще. Ну, это же не значит. Слова нет, а национальный правитель есть. Так вот тоже бывает. Не знаю. На своем уме тогда в этом плане Рюрик с национальной точки зрения более чем сомнительный. Ну, вот а Рюрик знал про русские коды? Я не знаю. Ну, очевидно, раз у него все получалось хорошо. Довольно долго. Значит, видимо, знал. А Николашка не знал. Потерял. Ну, ну. Нижегородская земля подняла на спасение государства российского свои народные ополчения. Сначала Липунова, потом Минина с Пожарским. Ну. Нижегородский люд, осененный Казанской Божьей Матерью, пошел спасать свое государство. Я вот кин-кино было такое, да. Я помню. И про более поздние времена. Что тоже там за иконой все куда-то побежали. И спаслись. Великим подвигом нижегородцев началось новое российское государство. Романовская империя. Ну. Какая вещая сила побудила нижегородских стрельцов, бояр и купцов, поднять народ и двинуть войска на Москву, совершив тем самым исторический обряд воскрешения? Ну, разве где-то было в другой стране, да? Чтобы кто-то поднялся. Чтобы во время войны кто-то там поднял войска, ополчение какое-то собирал. Чтобы народ куда-то двинулся. Чтобы Жанны Де Арки какие-то, например, там были. Нет, не было же. Чтобы кто-то видение там видел, как-нибудь Богородец, которые ему говорили там куда-то пойти и что-то сделать. А Казанская Божья Матерь там была? Какая-то была. А вот именно эта. Именно эта, наверное, только в Казани была. А вот Проханов вопросом задается таким. Что значила для ополчения икона Казанской Божьей Матери, которая была тем ковчегом, на котором русская государственность переплыла через море безвременья из эпохи Рюриковичей в эпоху Романова? Короче, видите, все ровненько, товарищи дорогие. Иконка есть, уцепимся за нее и переплывем. Мне, честно говоря, поднимается возмущение. А, ну я понял. Опять прошло 40 минут. Меня просто начинает возмущать. Я уже не сарказм в этом вижу, а издевательство какое-то. Еще половину мы только прочитали. Нет, галимое издевательство. За икону уцепимся и переплывем. Ох, сказал бы я, чтобы я сделал. Иконы немцев под Москвой остановили. Да, 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 видали мы все. На иконе переплыли. И сейчас, наверное, тоже на иконе. Сейчас икон никуда не делось. Там еще оклад сделают из платины. Что, можно новые нарисовать, в принципе? Нет, ты что? В тех же благодать эта мана копилась, копилась. Для чего? Годами. Пока новую такую ману накопят. А, у нас еще мощи есть разные. Много. В большом количестве. И еще новых наделают. Если старые кончатся, так это же делать не хитрое. Это же не то, что рождаемость повысить. От мощей это большие специалисты. Еще один код. Русское чудо. Тоже классный код. На деле, да. Когда проигрываешь, выводи и сразу победишь. Таинственное волшебное озеро Светлояр, окруженное лесами. В его бездонной глубине таится молекула русского бессмертия. Это как в атаке титажа. Я тоже помню, там в таинственном озере плавало некая сущность. Ну, там не молекула. Ну, ладно, не буду говорить. Скажу вам свое. В таинственном озере. Как это выглядело. И вот туда, короче. Укрываясь от врага, ушел город Китиш. О, вот оно. Со своими тюремами, дворцами, церквями. Скрылся от огней и пожаров, чтобы вновь явить себя солнцу, когда схлынет нашествие. А может, вам, господа начальнички, переехать туда? Мы бы даже скинулись. Поправьте там, блин, это все и всплывайте вместе. Чудо, именуемое город Китиш, случалось в России многократно, когда русский народ укрывал от врага свои святыни, свои плодоносные силы. Будь то летописи из горящих монастырей или иконы из разрушенных храмов. И секретные чертежи оружия, когда враг громил военные заводы и лаборатории. А зачем нам вообще военные заводы, если мы на иконе плаваем? Я что-то не пойму. Как же бахнуть? Ну, как бахнуть? Божьей волей ты... Знаешь, если Господь захочет, то ты и без бомбы бахнешь. А если Господь не захочет, то у тебя хоть тысячу бомб настрой, у тебя ничего не взорвется. Ну, надо понимать. Ну, надо же как бы... Богословие тоже надо изучать. Ну, чтобы и бомбы были. Ну, конечно, с другой стороны, можно сказать, на Бога надейся и сам не плашай. А с другой стороны, можно вспомнить, что товарищ Иисус сказал, что не только военные заводы не строите, а даже не пошите и не сеете. Вам Боженька и так пошлет. Потому что, ну, тут, знаете, как повернуть, так сказать. А мы знаем, как угодно родному начальству, так мы и повернем. Наш патриотический коллектив всегда готов, господа начальнички. Аминь. Ну, вообще, Проханов, Прокитишград пишет так уверенно. Будто бы он там побывал сразу за Лары Крофт. Так я и говорю, надо туда на ПМЖ. Его и всю редакцию, и всех этих самых друзей, начальничков. Мне кажется, им там самое место. Там же благодать одна. А они самые лучшие люди страны и в самом благодатном месте должны находиться. Где там какое озеро? Они поместятся в нем? Наверное, наверное, оно не очень большое. Ну, ладно. Мы что-нибудь придумаем. Вот они нырнут за молекулами бессмертия и останутся, наверное, там и жить. Зачем выныривать? Ты бессмертный с русалкой. Ладно. Еще про чудеса. Чудеса в решете. Политическая аналитика нынешнего дня, товарищи дорогие. В третий год. Город Китиш. Город Китиш не всплывал. Прокатов ждал на берегу. О чуде вещают золотые купола, множество нижегородских церквей и обители. Золотые купола. Да, душа моя, радую. Дивеевский монастырь, обитель Богородицы. Ты можешь идти по тропе Богородицы? Подожди, я думал, у нее прописка была в другом месте. Ну, а обитель... Что-то я помню, они даже куда-то там ездили на регистрацию по месту жительства. Это что-то было не там. Охрена. Ну, ладно, обитель. Она, значит, официально туда переехала и прописалась. И можно, значит, идти по тропе Богородицы, читая молитвы. И за тобой, накрывая тебя чудесным покровом, будет следить сама Богородица. Зонтик шермисти будет за тобой. Ну, видимо. Да ну нафиг, я скажу, Машка, да много мне чести. Зачем же так? Следовать, значит, будет сама Богородица. Вообще-то это жутковато. Ну, да, лучше туда не соваться, походу. Там дальше еще страшно. Однажды... А, это можно в другом месте где-то случиться? Я заволновался. Я теперь буду темноты бояться. Блин, спасибо, товарищ Проханов. Я и так нервный. А теперь ночью встанешь, куда-нибудь по надобности на балкон, например, сходить. И будешь шарахаться каждого шороха. Короче, будет следовать Богородица. И однажды явит себя. И радостно... Ой, ой, не надо. И ты радостно ослепнешь от ее красоты и величия. У меня родилась пара шуток. Но это я боюсь их шутить по нынешним временам. Страх Божий от начала мудрости, как известно. Тропа Богородица? Это звучит, как угроза. Ты таяшь, Проханов. Ты что, мне угрожаешь, что ли? Не забывай, это про код русского чуда. Ты не забывай, что когда ты такие вот эти сочиняешь статьи, за тобой незримо стоит Маркс. И, короче, ему терится 12-этажным матом. И однажды он явит себя, и ты радостно сойдешь с ума. Ну, так вот, вернемся на тропу Богородицы. Ну, да, вернемся от наших фантазий. Хихонек, хахонек, знаешь, которые мы тут разводим. Несерьезные, да? Все время говорит несерьезный базар. Вернем к серьезному. Что серьезные люди в политической аналитике пишут? Так ходят за тобой Богородицы по пятам. И вот эта тропа Богородицы, запрятная добыча судебных. Делающая круг среди дивеевских храмов, расширяется, превращается в гигантский путь, опоясывающий Россию. Этот путь проходит от Нижнего Новгорода по Транссибирской магистрали, через Бурал, Сибирь до Тихого океана, касается вод и движется к северу, к самой оконечности государства российского. Записывайте маршрут туристический. А потом... Она где-то там пребывает. Ну, вы пройдите, короче. День встретитесь. Потому что потом, у меня же только начало, да. Под полярными радугами возвращается на запад... Мне не нравится, что радуги упоминают. Что так за пропаганда тут? На запад возвращается и вновь смыкает свой круг у храма в Дивееве. И однажды... Хорошо. Радуга, то есть, над всем этим путем висит. Ну, только над морями. Это нехороший путь. Но самое интересное, что однажды случится крестный ход, когда Дивеевскую икону повлекут поездами, кораблями и самолетами по тропе Богородицы. И святая дева обойдет... Да, кстати говоря, давно пора. Между прочим, я слышал, что как раз перед тем, как там всякие запрещенные отряды начали с фашистскими флагами в наших областях-то фоткаться, там как раз перед этим облетали с какой-то иконой. Надо повторить? Неправильно облетели, видимо, или икона могла быть не той модели. Им надо было про Ханова маршрут спросить. Могли не в ту сторону лететь, в смысле, там, может, против часовой летели, а надо по или наоборот. В общем, что-то неправильно было явно. Ну вот тогда святая дева обойдет Русь и вновь вернется в свою Дивейскую обитель. А вновь? В которой она всю дорогу жила? Ладно. Про Ханов еще и ясновидится. Ну, она как бы обойдет и вернется. Окей, а зачем? Ну, что бы... Обойдет зачем? Как бы... Нас готовят к этому мероприятию торжественному? А, она пойдет и все же ослепнут еще. Радостно? Да. Радостно. А, ну, у нас все радостно делают. У нас и вон спецоперацию радостно начали, и продолжают ее радостно. Ну, это вот про чудеса, да? И еще чудесным было создание в Сарове атомной бомбы. Наша воля и власть. Вот где чудо, причудная классика у меня вспомнилась. Саровский монастырь был разгромлен большевиками. Монахи кто издан, кто расстрелян. И в монашеские кельи вселились секретные лаборатории, где сотворялась бомба. То есть чудо? То есть да. Блин, что, поди ты сейчас, высели монахов, блин, где-нибудь. Скажи, под институт надо, блин. Вот ты узнаешь, какое это чудо было. Чудо. Это тебе, блин, нету в вино превращать. Уже гудели на американских аэродромах бомбардировщики Б-29 с грузом ядерных бомб, готовых разбомбить Советский Союз. На некоторых было написано про Ханову. Да, лично. На некоторых. Я видал. И вот они были уже готовы разбомбить Советский Союз, когда Курчатов с группой гениальных физиков создал спасительную бомбу. Серафим Саровский. Хорошо. А то что бы вы делали, да, господа начальнички? С вашими талантами, я смотрю. Да, вы действительно, блин, вы бы даже, походу, от Молдавии бы не отмахались, блин, без ядерной бомбы-то. Ну, ладно. Самое важное, что Серафим Саровский предоставил свой чертог для создателей бомбы. Незримо благословлял и фармот. Нет, смотри, а попы, блин, тогда возмущались, до сих пор еще орут. Вот сразу, нет, смотри, полезно. Вот это вот кусочек вырежь, пожалуйста, и мне оставь. Я, если что мне скажут, там я буду сразу давать, так, это Серафим Саровский. Вот касаемо этого монастыря Сергия Раднишки, это Богородица сама отзвонилась, что закрывайте колонии Макаренковской, нужнее. Так вот, получается, что Серафим Саровский незримо благословлял работу ученых, и теперь атомная бомба называется православной бомбой. А Серафим Саровский является духовным покровителем саровских физиков. Православный покровитель ядерной войны. Нет, мы от языческих до предков, я смотрю. Действительно, такое что, нахватались. Прекрасно, товарищи, не так ли? А самое главное, что я еще раз повторю, это вы тоже самое можете услышать в телевизоре, в документальных передачах, в политических ток-шоу, где это будут задвигать на полном серьезе. Вы можете в речах первых лиц государства это услышать. Наш верховный антифашист может что-нибудь такое сказать в этом духе. Медведка-то он и круче. Собственно, мы его-то разбирали, он-то уже... Проханов-то старик все-таки. А тут молодой задор, энергия, подсвинки. Он Проханову такую энергию. Ну-ну. А у нас следующий. Еще один сокровенный код. Общее дело. Ну, код на сплочение, короче, я понял. Код общее дело и сразу все фракции забывают на несколько ходов междуусобные терки. Россия громадная община, состоящая из множества народов, племен, множества веросповеданий и культур. Про классы, ну, прям смотри. Тебе, видимо, религия запрещает, да, говорить? Еще из классов, из нескольких она состоит. И можно посмотреть, да, что вот представители одного класса, они как-то вот одинаково живут, какой бы религии и национальности они не относились. Что трудящийся, скажем, этого мусульманского вероисповедания сталкивается с теми же проблемами в жизни, в процессе производства материальных благ, необходимым нам всем для выживания необходимых. Он сталкивается с теми же проблемами, что рабочий православного вероисповедания или рабочий атеист. Еще что-то подозрительно друг на дружку похожи хозяйчики и начальнички. Хоть они и муслимы, хоть и они православные, а все одинаковые, и пинжаки даже одинаковые любят. Тут и задуматься, задуматься бы. Ну, ладно, мы поговорим, что нам нужно. Ну, да, русские люди, вот тут у нас. Русские люди, да, мы все сплотимся. Русский человек чувствует себя одиноким и несчастным, если не окружен соседями, друзьями, роднёй, соотечественниками. А я думал, если там война не идёт. Я слышал такую версию, что нам, наоборот, тут по кайфу. Когда воюем мы, это круто. Ну, ладно. Не, нам по кайфу, когда везде мир и порядок. Русский порядок. Ну, да. Вся Россия – это огромный русский человек, сложенный из миллионов людей. Только общими усилиями… Гравити фолс, я помню, гномы такое исполняли. Это было жутковато. Только общими усилиями осуществляется огромная сопутствующая русским работа. Только общими усилиями можно было создать гигантское в 12-часовых поясов государство. Только общими усилиями можно было отстоять это государство. И примером общего дела служит создание ополчения Минина и Пожарского. Когда люди забывали свои сословия и свое происхождение. Обратались Смерть и Дворянин. Купец и Князь. Когда шапка кидалась по кругу, в нее падали гроши и бриллианты. А потом опять вспоминали. Слышь, Смерть, ты что это ходишь-то, блин, по своим делам? А ну, на барщину вперед. И все вспомнили. А потом Наполеон пришел. Опять как-то это подзабыли. А потом опять сразу вспомнили. Прекрасно. Великом единстве Нижегородский люд шел на Москву спасать свое государство. Своё. 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 Великий русский праздник, День народного единства, напоминает нам о тех изумительных временах, о той шапке, что гуляла по кругу у стен Нижегородского Кремля. Вы про нее часто вспоминаете, да, господа начальнички. Что-то только забиваете тот момент, что в эту шапку тогда, блин, накидал-то в основном как раз купечество. А не смердые, пресловутые, которые при всем желании, блин, туда хрен бы чем могли бы кинуть, блин, за неимением. Да. Великим общим делом является атомный советский проект. Ну, то есть шапка и советский проект. Да весь Советский Союз вообще является таким заменением. Замечательным вот общим проектом. Мы реально вот первый раз, блин, за всю историю, причем не только нашей страны, но и человечество, занялись всей страной одним общим делом. Начали налаживать общее хозяйство. И успехов таких головокружительных достигли за пару-пятилеток. Ну, вот он так, да. Атомный советский проект, который великое общее дело. Да. Тогда множество советских людей, землекопов, ровающих котлован под ядерный реактор, великих ученых. Хлеборобов, которые хлебушек для них выращивали. Да, 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 мы поняли. И даже сталинский охранник Берия, организовывавший шарашки. Чего? Все были объединены общим делом, которым народ создавал спасительное оружие. Так, что, какой сталинский нахрен охранник? Сталинский охранник Берия, запятая. Нет, 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 я понял, какого хрена он охранник-то? Ты же товарищ Проханов, ты как что-нибудь иногда ляпнешь? Нет, я понял, что в целом дурка. Но иногда вот на отдельными пассажами организовывавший шарашки. Для начала, я помню, еще этот Рамзин, враг народа как раз, он когда присел, написал там проект и попросил ему дать возможность, создать ему условия, короче, для работы по специальности. И ему создали. Ну и действительно, вот такая тема. Если у нас инженер нарушил закон, совершил преступление и сел в тюрьму, зачем его, блин, привлекать к какой-то, блин, этой черной работе, если он технический специалист и, в принципе, может, блин, своим делом заниматься. Ну, создали условия. Я тут случайно поняла, что один из подзаголовков – это гиперссылка. На что? Код оборонное сознание. Отдельная статья, оказывается, проханова. Является ссылкой на отдельные статьи проханова. В 22-м году. И опять икона, смотри. И еще бы. И тогда он писал, что мобилизация возможна тогда, когда начнет работать еще один русский код – код «Общее дело». Он заработал, да? Чтобы получить доступ к кодову на оборонное сознание. Введите сперва код «Общее дело». Давайте, пожалуйста, не будем ее читать. Просто читаем первое. Так вот, код «Оборонное сознание». Божественный идеал, исповедником которого является русский народ, требует защиты. Христианство, оно вообще учит, да? Христос прям говорил, бей себя пяткой в грудь, кричи «Я самый праведный», кричи «Я вас всех сейчас научу, как праведно жить». «Ой, нет, он же нечто совершенно обратное говорил. Он же говорил, поменьше п***и про свою праведность, дорогой христианин. И побольше, блин, думай о том, как вести себя правильно. Поменьше другим советуй, давай, что ты себя неправильно повел, да в пост так не поступают, да православный такое не говорит. Ты больше следи за тем, чтобы самому неправильно не поступать, говорить всегда, блин, все по делу. И вообще быть достойным примером. И тогда вот этим ты намного больше людей распропагандируешь и свою религию заманишь. Тем, что они будут смотреть. О, какой человек-то, смотри, на загляденье. Он смотри, как себя ведет. О, какой молодец. Хотим таким же, как он, быть. И у тебя книжечку попросит почитать. Вот тут ты им Евангелие пихнешь. Учил товарищ Иисус. А про такое поведение он как раз и говорил. Что будешь так орать, тебе, блин, косяки твои напредъявляют. И вообще тебя из гостей выставят. Ты хотел, чтобы тебя на председательское место посадили. Начал там рассуждать, какой ты крутой. А тебе наприпоминали всякого. И на пинках тебя выгнали. Вот. Ладно. Ну, а здесь. Даем уроки христианства. Для Проханова. Ну, мы такие праведные. Мы такие крутые. Да. Краткое содержание. И, в общем, у нас есть божественный идеал. И кот. А у идеала есть, в свою очередь, враги. А, ну, это сатанас. Блин, не дремлет. Шайтан. Этот идеал невыносим для Запада. Является ему коризной. И Запад идет в Россию не только захватывать плодоносные земли. А так это Запад захватил, да? Ну, да. Пол Херсона он у нас захватил. Я помню, недавно прям. Сволочь. Отжали. И такой кусок территории. Изрядный. Что-то наш дучинь что-то никак не вернет назад. Хотят они уничтожить этот цветоносный идеал. Ну, да. Я говорю, это же очень антифашистское. Они хотят уничтожить наше вот что с языческих шаманов. Копилось идеал. Общее дело. Им ненавистно общее дело. Подожди. Ты же говоришь, что для них общее дело уничтожать вот этот идеал. А у них получается свое. У них получается свое общее дело. А может у них и святые свои есть какие-нибудь? Может подвижники всякие? Может там и монастыри где-то строились еще? За пределами, блин, РФ. И своя тропа подорудится. Может там, да, Богородица. Может где-то там эту водичку лурдскую какую-нибудь там разливают. Какие-нибудь пальцы, блин, этого Иоанна Крестителя дают чмокнуть. Просто у них после кода общее дело активизируется код наступательное сознание. А у нас оборонительное сознание. Ну, мы периодически наступаем. А, активная оборона. Все, вот активная оборона. Лучше обороны это наступление. Проханов сейчас нам пояснит за наступление Запада. Потому что он пишет, что Запад – это град на холме, воздвигший свою военную твердыню на вершине своей истории. И оттуда взирающий на остальные народы и карающий неповиновавшихся. Подожди, я думал, это мы. Я думал, это хорошо, и это мы такие. Запад – град на холме, а Россия – это храм на холме. Который своими крестами касается... А там храмов не было, что ли? Походства небесного света. Товарищ Проханов, я тебе настоятельно рекомендую заслушать, например, речь Рейгана про империю зла. И ты офигеешь, как будто ты у него прям все списал. Мы духовные, они бездуховные. Что там у них есть, а у нас зато христианство есть. Да пусть мои дочки лучше помрут в христианской стране, чем будут жить у атеистов. Когда мы храм на холме, что-то мне говорят, повесточка у них. С коммуниздили вы один к одному. Ну, а из России льется свет обожание, любви, скреста в наши семьи, гарнизоны и лаборатории. На вражеские подстанции. Где на новых принципах физики все начинает работать. Да, поэтому непосвященному может показаться, что не делается ни хера. На самом деле это такой процесс рабочий, рабочий момент. Нижний Новгород послал свою рать в Москву. Дался тебе, блин, Нижний Новгород. Свою рать послал в Москву. Да, купцы скинулись, наняли ополченцев. Поставили полевого командира знатного. Возглавлять все это дело. Оборонять идеал свой священный, спасать государство. Нижний Новгород, обороняя родину, создал атомную бомбу. Заводы Сормова в годы войны строили подводные лодки. Отправляли их по Волге на север. И Волго-Балтийский канал соединял волжские пирсы Сормовского завода с причалами Кронштадта. Окей, блин, а что не получилось? Ну, это практически про любой, наверное, советский город. Да, можно сказать, что вот он делал вот такую-то фигню. Мы тут вытачивали, отправляли в Москву, оттуда она в Ленинград ехала. Может быть, у Проханова цикл есть, посвященный разным городам России просто. Я не знаю. Нижегородское сознание, московское сознание, питерское сознание мутное. Создаваемое в Нижнем Новгороде оружие обороняло земные пределы России. Нижегородские алтари, в которых денно и ночь намолились монахи, покрывали Россию духовным, непроницаемым для тьмы покровом. Силовой купол. Как они тогда, я не пойму, эти ломатели идеалов-то, блин, проникались в нас непроницаемый купол-то. Вы, батенька, хоть читайте, что в прошлом абзаце-то написали, перед тем писать следующий-то. Сегодня нижегородское оружие сражается в Донбассе, плавает в Мировом океане, летает в космосе. Нижний Новгород, город-оборонщик, город-оружейник, город-молитвенник. Хорошо. Мне, опять же, очень нравится, как труд рабочих, которые там детали точат, да, в три смены, приравняли к труду наших молитвенников, да, которые тут непроницаемый купол создали, через который зло не проникает, но, блин, каждого второго надо посадить, потому что у него грязные черные западные мысли. Ох, да, господа начальнички, вы гений. Мы еще треть осилили, товарищ Громко? Да. Осилили? А тут остался маленький кусочек, посвященный... А третье? Да, вот последний. А, а. Седьмой сокровенный код. Седьмой сокровенный код. Давай тогда пойдем передохнем, да, немножко, займемся этими самыми практиками лечебными, йоговскими, благовония, возожжем. А то мне что-то, знаешь, тут бесы заселились, пока мы это читали. У меня негативная энергия била ключев. Так что вот сейчас процедура важная, религиозная, а потом вернемся, дочитаем до финала и резюме. Тут не столько новизна мысли, новизны тут никакой нет, какая нахрен новизна, если все опять же спер у победоносца, просто жемчужников. Восьмидесятые годы, блин, девятнадцатого века, да. Европа зависть нам питает и не простит нам никогда величия нашего и славы, блин, один в один. Подкупает тут наглость, я говорю, с которой туда вписали Горького, блин, Ленина. Красиво, товарищ Алексей пришел. Продолжаем. Горького, Ленина и еще рабочих с оборонных предприятий. Ага, ага. И монахов. Сразу, да. Который купол создавали. Кстати. Одни ПВО там на это точили, да, сверлили, а другие молились, и вот у нас купол. Проханов развеял мои последние сомнения относительно того, почему Министерство обороны вложилось в самый большой православный храм. Угу. Теперь все становится... А вот купол, чтобы еще более непробиваемым стал. Боженька же говорил, Иисус, что чем больше храм, тем лучше. Да, он же говорил, что отгрохайте при случае... Блин, не помню, у Матфея, кажется, это было. Чтобы при случае, чтобы с десятиэтажный дом был. Чем больше, тем больше купол. Как только возможность появится. Давайте последний код разберем. Так. Сокровенный код, Россия, душа мира. Угу. Угу. А все остальные так. Части тела, видимо. Нижний Новгород омывается Волгой. Это великой рекой русского времени. А Волга впадает в Каспийское море. Не без этого. Но к этой реке... Но не в этом суть. На Водопоге сошлось множество народов. И еще всякая скотинка тоже сбрелась. Чего хотят сказать. На Волге... Слюны напускали туда. На Волге складывалась русская цивилизация. И теперь через этого Каспий тоже весь наш. Наша вода натекла туда. Не, а я с начальничком. Чего с них станется? Скажут, что повод для войны? Очередной. Ну-ну. Так вот, складывалась на Волге русская цивилизация. Совершались великие деяния. Ну, там. Новгородцы пьют ту же воду. Так. Что и татары, башкиры, чуваши, морейцы. Волжская вода питает Каспийское море. И ею обмываются казахи, туркмены. Иранцы. Так, туркмены, блин, приготовятся. А еще на Волге. Казахстан тоже. К вам дорожка-то уже проторенная была. Уже расходили ограниченным контингентом. Так что теперь вот вы учтите, что у вас там, между прочим, водичка-то омывает чья. А под эти-то, блин, за сколько лет не плачены? Пеня-то набежала. И на Волге родился Ленин. И нижегородный человек, поднося кустам стакан волжской воды, питывает в себя энергию великого красного государства. Энергию вождя. Скорее всего, силу земли. Так, срочно еду на Волгу. Немедленно надо впитать энергию великого красного государства. Вы крутые. По умолчанию. Как бы мы все крутые, но вы блатнее всех блатных. Видите, вы там как напитались-то. Сколько там народа пила вообще. Вообще-то да. Да. Энергию свою. Но это еще не все. Потому что на Волге стоит Сталинград. Во время грандиозной... Да, логично, а Сталин там был, а раз он там был сколько-нибудь в продолжительное время, он не мог хотя бы стакан воды не выпить. Значит, тоже энергия пошла. Хорошо. Это мы додумываем. Потому что на самом деле все еще интересней. Потому что во время грандиозной Сталинградской битвы с небес спустился Христос и в Волге омывал вместе с солдатами свои кровавые раны. А у него затянулось давно. Сейчас же 2000 лет назад был. Он же боженька. Что он так и ходит, что с дыркой под ребрами. Ответов у меня нет, к сожалению. Омывал. А что-то его никто не видал, товарищ Проханов. Думаю, он заметили. Что он запал. Вообще-то, кстати, если мы, между прочим, вспомним Библию. Во мне проснулся. Это был знаток Библии. Иисус говорил, что когда второй раз приду, вы не слушайте, что мы говорим, побежали вон там Иисус. Вы заметите. Вот поверьте мне. Вы заметите. У вас вопросов никаких не останется. Омывал там раны. А зачем? Блин, лучше бы он там этих наплодил, пайков бы еще. Чтобы все перекусили лишний раз. Но суть не в этом. А в том, что Волга, омывающая Нижний Новгород, это новый русский Иордан. Ну, раз Иисус там помылся, то да. Да. Осталось Иордан. И город, омываемый Волгой, совершает великое русское омовение. Окей. Надо съездить в Волге, чтобы искупаться. Походу, да. Я вспоминаю, я в советском детстве. А, был, был. Был в полёсе. Был. Так что, да. Я искупался там. У меня тут, наверное, с тех пор и попёрла. Я как раз Федот Стрельца потом выучил. Видать, благодать снизошла. Волжская. Множество русских... Ой. Просто гений. Не русских. Я уже всё. Не русских и не русских. Ну, правильно. Видишь? Всего-то, навсего, пару часов. Работает. А вы думали. Множество гений я в мест... Да. Русских забыл сказать вам. Поэтому отзбилось. В общем, гениев много рождалось в Нижегородской земле. Это Мельников, Печарский, Пушкин. Слен общества Арзамас. Алексей Пешков. Великий Волгарь. Владимир Шухов. Волгарь, наверное. Наверное, да. Волгарь. Да. Владимир Шухов. Певец стальных конструкций. Валерий Чкалов. Сталинский летун. Предтеча Гагарина. И это Захар Прилепин. Герой Нармазной войны. Прекрасный писатель. Однозначно герой. Нижегородское осознание. Блин, сопоставлено. Не, ну Горький Прилепин как бы, да. Горький вон мать написал, а Прилепин, вот, обитель. Как там на славках зэки там с надзирателями трахались, как кролики. Бешеные. Видишь, не зря Прилепин именно этого сюда репостнул. Да, да, да. Я до этого момента не дочитал. Я еще и думаю, блин, Захарушка, что это ты это репостнул, когда у тебя своего такого навала, блин. А вот оно для чего. Понятно. Нижегородское сознание. Скромный. Объяснимое через сокровенные русские коды. И есть Нижегородский миф 21 века. Я говорю, вот этот миф, блин, 21 века, блин, ну точно у Розенберга надо нам тащить, блин, да. Название-то, блин, ну точно вот нам надо такие отсылочки постмодерновые делать. Настоящий-то непростой-то момент, блин. Борьбы-то с мировым натовским фашизмом-то. Ну, смотрим, зло берет. Ну, 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 ну. Сокровенные коды дают нам возможность. Чего они дают возможность? Я уже забыл. Это чего? Того. Дай-ка. Да нет, там просто ничего они не дают. Тут это просто нижегородское сознание, объяснимое через эти русские коды. А, через коды. И есть миф, да. Понял, и есть миф. А, но миф, то есть, его на самом деле нет. Почему? Да, нет, ну, если про что-то говорят, это миф, подразумевая, да, что это выдумка. Нет, это миф. Ну. Этого на самом деле не было в объективной реальности. Это сказочка. То есть, нам только про всё прочитанное сказали, что это сказка. Это ты в конце делаешь, блин, товарищ Проханов. Класс. Вот это хор. Ну, да. Это ещё не конечный раз. Для тех, кто дочитал до этого места, я прикалывался. Это что, это сказка, блин, Баба-Яга. Леший бродит. Бля, я, Богородица бродит. Нижний Новгород, как и другие русские земли, хранит в своих глубинах корень великих потрясений. Недалеко от Арзамаса, почти в двух соседних сёлах, родился, не, родились два человека, две грандиозные церковные личности, с кем связана русская драма, церковный раскол. Здесь родились патриарх Никон, реформатор церкви, хотел сказать русской, и провозвестник новой церкви, и протокоп Аввакум, великий и старообрядец-мученик. Их личная расприя... Один замучил другого. Да, да. И личная их расприя, связанная с внутрицерковной расприей, олицетворяет русскую беду, потрясшую церковь, народ и государство. Злые трещины этой беды и по сей день ветвятся в русской истории. Какие... Я не пойму. Один говорит, я сделаю по-своему, другой говорит, по-твоему не катит. Да. Ну, а это русская беда, потому что... Так это у всех беда, блин, ну, товарищи дорогие. Ну, они реально что хотят сказать, что там в Европе тоже Евросоюз, что ли, был всю дорогу? Там не то же самое было. Что вы, блин, делаете? Что-то уникальное, блин, из того, что было абсолютно у всех. Да все всю дорогу воевали, все всю дорогу, блин, то перемогаются, то, наоборот, всех, блин, одолевают. Ой. Ну, это, видимо, тоже миф о некой уникальности. Ну, понятно, понятно, уникальность, у нас уникальность появилась в 20 веке, товарищи дорогие. Мы первая страна стали, в которой спекулянтов прижали и ростовщиков выгнали. Еще послали нахер на Англию, Францию, которые тогда полмира нагибали. Но тогда мы были уникальны. У нас проблемы были, но они уникальны были, проблемы, вот реально. Семь сокровенных кодов ведут русский народ к победе. Все эти коды явили себя в нижегородском сознании. А где они хранятся? Код Довинчев. В сознании. В нижегородском. В нижегородском. Они явили себя в хранилище. Уже хранилища нет уже никакого, и питомника тоже нет, и питомцев нет. Это уже все в сознании, и это еще миф. И все они ведут к величию. Которому, как и вся Россия, устремлен Нижний Новгород. Место Нижнего Новгорода в русской цивилизации драгоценно. Вклад Нижнего Новгорода в русскую историю неоценим. Алые цветы на деревянных матрешках Палховского Майдана, ядерная бомба, защищающая своей чудовищной силой божественный идеал русского величия, это нижегородский дар государству российскому. Ну, только пользуется им ограниченный круг лиц, правда. Да. Со всеми остальными не советуюсь, но это тоже код. Русский код. Мне... Все, да, товарищи, подытожим. Все сие живо напоминает мне Россиюшку, Российскую империю, я имею в виду, конца 19-го, начала 20-го века. Ту самую, которую мы потеряли и вновь... И вновь нашли. Я могу еще добавить. Оттуда списана большая часть этих тезисов. Иногда прям дерут целыми предложениями. Добавьте, а ты, товарищ Громова. На сайте газеты «Завтра» есть поиск по тегам. И ткнула я на тег «Русские коды». Вы знаете, целая подборка статей, посвященных этим самым русским кодам. Часть из них авторство Проханова. А часть Прилепин что-нибудь есть? Нет. Прилепин, ну срочно напиши про какой-нибудь код. Я почитатель твоего таланта. Про обретение русскости пишет Евгений и Павлов. Еще всякие представители изборского клуба. Так что это тренд. Прям развивающийся. Ладно, мы хотим оставаться в тренде. Так что наш коллектив обязуется вникнуть в эту тему с кодами. И непременно сделаем с товарищем Алексеем пару передач. С товарища Громова, делая всякие знаки лицом, выражая неудовольствие. Так что ладно. Код русского времени. О, ну ты видишь, Лин, на бесконечное время еще. Это Михаил Кельдешов пишет про Проханова, называет это все кодом русского времени. А, Проханов и сам некоторым образом код. Когда человек станет кодом, да, это уже. Когда закодировался, это, знаешь, проблемы были какие-то раньше, да? Да, получается так. Хорошо. Хорошо. Проханову тоже рекомендую закодироваться. Как можно быстрее не откладывать. Потому что когда от тебя, знаешь, мерещится, что кто-то ходит за тобой навязчиво, это уже вот прям явно делириум тремен. Надо спасаться. Что, отличный текст, товарищи. Не уступает по накалу лучшим политическим ток-шоу современной Российской Федерации, да и несовременной тоже. Вот этот товарищ Бэткомедиан забабахал обзорчик. Мне так нравится. Он туда понатыкал. С девяностых, из нулевых передачи. Но, блин, это, короче, не сейчас началось. Видимо, я просто сейчас начал телевизор чаще смотреть. Потому что все это было уже, и даже в исполнении тех же самых лиц. Начиная вот с конца девяностых. Просто еще сейчас из каждого утюга об этом говорят. О чем? Все-таки как-то в 2000-е, если какой-то мракобесий проскакивало, то там оно не обсуждалось целый час где-нибудь в прайм-тайм на каком-нибудь политическом ток-шоу. Да нет, я же говорю, вон там, блин, прям цитаты были. И Соловьев, и этот Киселев. Да и верховный наш антифашист тоже был процитированный. Тоже он прямо в том же духе говорил. И Патриарх. Все-таки даже по сравнению с годом 14-го. Ну, понятно. Видимо, накал вырос, хотя я говорю. Да, сильно. Видимо, я еще мало смотрел в те годы телевизор. Ну, что мы можем сказать про эту попытку обретения русскости какого-то особого смысла, особого пути в очередной раз со стороны в том числе Проханова, который выдумывает этот миф. Причем тут надо подчеркнуть, что миф все-таки это не равно сказка. Так-то. То есть, миф, он в целом-то важен. Ну, он важен, понятно. Я ни в сказке, ни в плохом смысле. Я понимаю, да. Я к тому, что сказочный персонаж и мифический персонаж, блин, их объединяет то, что ни того, ни другого на самом деле не было. И это в названии как бы говорится. Если ты говоришь мифический, значит, ты подразумеваешь, что на самом деле его не было. И Проханов, и другие современные мыслители наши, задающие повесточку, они все рассуждают о некой русской идее. И сегодня мы можем наблюдать проявление этой русской идеи в обществе, когда рядовые граждане, с одной стороны, поддерживают происходящее волшебство. Когда за неподдержку, то, блин, санкции. Во-первых, да. А во-вторых, ну, а если, ну, известная история, что если как бы не мы их, значит, они нас. То есть, на этом все держится. Но при этом, когда как бы волшебники призывают присоединиться к волшебству и нет возможности отказаться. И поколдовать вместе, да. Да. В этот момент как-то поддержки меньше находятся среди граждан. То есть, ехать туда, колдовать не сильно хочется. Не знаю. Самое, понимаешь, печальное, товарищ Гом, извини, пожалуйста, что, блин, некоторым и хочется. Да. Некоторые, мне говорят, еще, блин, это самое, ездил и еще поеду. Понимаешь? Ну, как с чем не все сие напоминает очень сильно первую чеченскую кампанию. Когда тоже, блин, когда началось. У всех были мысли, да ё-моё, чё эти начальники еще на нашу голову, еще вот это. А потом, как пошло, чё-то наших бьют, наших бьют. Всякие эти фотки, где эти довольные, блин, чечены бородатые, все модные, прям пипец, хрен пойми чем, обвешанные, вытаскивают этих замызганных, блин, всех перепачканных парнишек, там всякие, глумятся над ними всячески. И постепенно началось такое, что, блин, как-то это задолбало. Какие они сволочи, смотрите, блин, еще всякие Акбар кричат, блин. И вообще, и бородатые, и вон какие они все модные. Ой, блин, а у наших-то, видать, денег нет. Ну, может быть, нам тоже стоит зацепиться за эту концепцию Проханова о русских кодах и подумать. Я бы подобрался. Подовольствую. Да, тут дело даже не в читах, а вот скорее, как вскрыть этот код русскости, ну, не знаю, или там РФ-овости, понять логику народа в определенных моментах, логику разных слоев трудящихся, подумать, каким образом к ним лучше подойти, как к ним обратиться, какие слова подобрать для каждой группы, как выйти, собственно, к этому народу, как завести с ними какие-то связи горизонтальные. Ну, это перечень, собственно, наших обычных текущих задач. Вот, то есть это и есть как бы распрограммирование, ну, такое изучение кода внутреннего. Нет, так-то что особо изучать, все понятно. Ну, все понятно. Что в телевизоре говорят, то и повторяют, слово в слово, понимаешь, даже особо своими словами никто не говорит из патриотической общественности. Все припоминают, мол, пара сайтов патриотических и в основном телевизор. Нет, благо, опять же, говорю, у нас волшебная операция, она настолько волшебная, что у нас не как в прошлых войнах, известных в истории человечества, где каждая воюющая страна, какими бы они зверями фашистными не были, они старались выглядеть прилично и зверства на показ не выставлять. и, наоборот, выставлять какие мы... Ну, посмотрите, говорю, немецкие эти, вохеншау времен войны. Да просто ж душки. Разве там чего-то было такое, что мы там, блин, там все сожгли, там всех убили. Нет, ничего подобного. Мы идем, улыбаемся. Нам навстречу там в всяких вышиванках и в косоворотках, блин, люди вот крестят нас, вот батюшка, вот нам спасибо, что церковь открыли, вот мы с ними хоровод водим, вот мы с ними у костра там посидели, пообщались. То есть работали на какой-то положительный... Пленные, вот опять же, что, мы их мучаем, что ли? Как вот это, я говорю, додуматься. Писать там, что мы пленных не берем, или вообще снимать видео, как ты им в ноги стреляешь. Это ж... Помимо того, что это, блин, зверство и фашизм, и что тем, кто таким занимается, блин, я не знаю, экстремизм говорит, что с ними надо сделать или нет. Или про него лучше, короче, ни про кого не будем. Сделать с ними нехорошие всякие вещи. Но ты же, если ты не полный имбецил, ты должен понимать, как ты погано будешь выглядеть? Это, ладно, я понимаю, еще какой-нибудь больной для личной коллекции, типа, снимал, а потом это кто-то, ну, как в этом, в Саратовском Тубанаре получилось, блин, когда там просто этот архив копился-копился, и кто-то, блин, взял-выложил. С целью навредить авторам архива. А тут нет, снимают, сами ж выкладывают, хвастаются. Какой я молодец. Работает, как вражеский политрук. Понимаешь, регулярно друг про дружку всякие заявления делают. Как будто специально, блин, вот прям для тамошнего населения. Чтоб тамошние начальнички у себя в телевизоре показали. А мы на Польшу сейчас нападем, вот Вагнер уже готовим. А мы вообще вот тут нарисовали карту, как мы, блин, Россию будем делить. Прямо это как специально, что ли? Опять же, вспомним того же австрийского художника и его пропаганду. Ну, за исключением первых времен, когда они были очень наглые, самодовольные. И вообще, что с вами говорить, вы наша новая колония. А потом-то они как переключились, ментор, с этого очень быстро. На то, что нет, мы спасители, освободители. Ну, и вот вопрос. Что движет гражданами России в поддержке всего происходящего, декларирующегося по телевизору в том числе? Ну, то есть, они видят картинку, и им кажется, что это совершенно нормально. Ну, там что, код страха, код рессентимента. Нет, во-первых, даже страх в том плане, что совершенно очевидно, те продемонстрировали, какая точка зрения поощряется, а какая точка зрения запрещается. И мало того, что ее начальство просто запретило, оно еще регулярно показывает передачи, пишет статьи про то, что все общество в едином порыве эту точку зрения осуждает. Не только господин начальничек, для которого она опасна, а вообще все. Ну, тут включается это естественное психологическое. Кроме того, еще существует страх, что будет хуже. То есть, причем во всех отношениях, экономических, политических и прочих. Так и обещают, собственно говоря. Так и обещают. Опять же, нет недостатка в этих зарубежных, блин, партнерах, которые тоже людоедские заявления всякие делают. Как прям у них настойчиво из передачи в передачу. Это опять же я вынужден иногда, когда беженец включает эти новости из братской Украины. О, там тоже прям с усердием вот этих вот карикатурных комсомольцев из антисоветских фильмов всяких. Вот это весь народ виноват. Вот это вот сказали. Вы что хотите сказать, что Путин один виноват? Что весь народ не виноват? И вот, ой-ой-ой, нет, конечно, если вы так подумали, конечно, я не так. Конечно, я имею в виду, что все поголовно виноваты. Опять же, херя, логика, только что говорили, что там фашизм, террор, всех запугали, и тут же, что все виноваты. Блин, да здравь-то, всех запугали или все поддерживают? Вы определитесь мне. Ну, ладно, короче говоря, везде одна и та же херня в телевизоре мне. Одна страшнее другой, одна страшнее другой. Вот прям не знаешь, где страшнее. Мне наши больше пугают, наверное, только потому, что я живу среди ньюсмейкеров. Поэтому меня пугает немножко больше. Ну, кстати, они же еще кнут-то не обещают, а вот пряников вообще никаких никто не обещает. Единственный пряник – это то, что будет хуже. Если что, а если нас не будет, то будет еще хуже. Ну да, ну получается... Станет хуже, но если бы не мы, то стало бы совсем плохо. Вот чтобы не стало совсем плохо. Нам надо сплотиться. А чтобы нам сплотиться, нам надо читать про Ханова. Про наши особые эти... Кады, которые надо активировать. Надо их активировать, больше русскости, больше Горького с Достоевским в один флакон. Как удобно. Больше взыскания. Больше взысканий хороших и разных. А там уже эти пристават хвастались, что они сколько там собрали-то миллиардов-то, там какие-то, блин, сотни страшные. Я даже со страху аж забыл цифру. Еще соберут, потому что закредитованность растет. Да. Ну а нам остается вскрывать русские коды среди сограждан, искать ключи к этому всему. Нет, если подумать, опять же, мне сейчас на ум пришел просто какой-то любой плохой американский какой-нибудь фильм про войну, этот пропагандистский, патриотический. Там же слов в словом. Вот мы там на холме, мы превосходим всех. В хорошем-то фильме, я говорю, там какой-то персонаж скажет, что слушай, я бомж безработный, кого я там превосхожу, да. Как бы, ну, во взводе. Например. А в плохом на полном серьезе, который с Мэлом Гибсоном задвигать. Какие у нас, и у нас такие преимущества, и наш образ жизни. Мы не только у себя, мы еще везде должны его распространить. Мы несем особый путь. Не, что характерно и очень интересно, в истории Америки ж был период такой, когда действительно, блин, самая свободная страна в мире была. Но он быстро прошел. Не, естественно, тамошняя буржуазия, когда у них объективно такие условия сложились, она не замедлила в пропаганде этим воспользоваться и всячески начать им прославлять образ жизни. А потом-то у них пришло в соответствие, вернее, остальные до этого уровня подтянулись. Там было как бы херово, и угнетение было, и эксплуатация бешеная. Ну, просто везде было еще хуже. Везде еще больше гнобления было, чем там. А там, по сравнению со всеми остальными, было меньше. И вот они с тех времен еще все кричат. А наши, что со времен Советского Союза, где гнобление вообще как таковое ушло. Там другие были замарочки. И тоже тяжело было местами. Но тем не менее, были, да, впереди всей планеты всей. Так вот, товарищи, когда родное начальство начинает себя выставлять преемниками Советского Великого Дела освободительного, интернационального, это мне сильно напоминает ситуацию, когда какой-нибудь советский актер, какой-нибудь Джигарханян, да, или Ливанов, блин, или еще кто угодно, пользуясь тем, что он при Союзе играл в хороших фильмах, играл хороших людей, правильных, умных. Вот, пользуясь этим, начинают рекламировать какие-нибудь макароны, блин. Или на аптеку свою физиономию вешают. Сириконевые браслеты. Да, или браслеты, да, какие-нибудь. Вот, вот, типа того. Выглядит это жалко, неубедительно. А для людей, которые реально знают и ценят советское наследие, это прямо оскорбительно выглядит. Я не шутил даже про эту аналогию, блин, с Розой и с Лизняком. Мне прямо вот эта хрень и представляется каждый раз, когда я такое слушаю. Оставьте хоть горько, вот, начальнички дорогие, в покое. Ленин-то хоть не трожьте, блин, а. Я чувствую, когда у нас по заветам товарища Мединского у нас из Мавзолея такие лича будут выносить, у нас Проханов напишет тоже статью, как это хорошо и правильно. Что тут дым-сюдым, но да, по православным обычаям. Богоугодное дело. Ленин по этой земли сходил, энергия там сплелась. Вода текла. Да, вода текла. Превращались в плоды. В плоды. В огороде сходило. Да, надо им объединиться. А в Мавзолей Богородицы не ходило. Наверное. Туда попасть тегловатый, там часы работы ограничены. Да, и у нее клаустрофобия. Тем более. Товарищи дорогие, наше начальство, оно вообще дошло до такого уровня, что по идее можно уже просто читать новости, ничего не говорить, даже не комментировать, а так угорать с каждого предложения вместе с вами. И то ли еще будет. Я же просто смотрю, вот этого качества все больше и больше у них. Что это уже, они уже в пародию сами на себя превратились. И я даже не знаю, куда сатирику податься, когда они еще более станут, блин, забавными. Тем не менее, намного менее смешно становится, когда ты вспоминаешь, что эти же люди творят волшебство. Ну, товарищам слушателям остается только разъяснять, показывать вот эти вот забавные места из новостей, из этих статей. Нет. Для людей, на котором это не очевидно. Почему, блин, я вообще обращаю внимание на эти нестыковки. Я сейчас мысленно прикидываю. А, значит, очень повлиял, кстати, Тарич Гоблин, которого тоже, кстати, занесло. Ой, я какое-то интервью наткнулся, короче, там, блин, в духе, что если бы, короче, мы не напали, то хохлы бы захватили Краснодар. Ага. Да, то есть уже вот до такого. Но вот я просто помню, как на меня сильно повлияло. Он там разбирал всякие текста, ну, типа Шендеровича и прочих. И, блин, как это было мне полезно смотреть, что вот прям предметно, что здесь передергивание, здесь желаемое за действительное выдают, здесь, блин, от Хомином аргумент. Очень-очень полезно. Очень полезно. Потом пригодилось. Еще в этом плане Дмитрий Иванович Писарев. Очень повлиял хорошо. Потому что у него очень занятный разбор текстов, которые я давно читал и любил. И он, опять же, научил обращать внимание на те вещи, которые я раньше просто не замечал. И для меня и литература с другой стороны совершенно открылась. Ну, а потом, конечно, вот Владимир Ильич. А где сначала Энгельс с антидюрингом, где то же самое. Берет дурацкий текст и показывает все нестыковки. Он же не только там по сути разоблачает эти дебильные концепции. Он же сначала еще перед этим стебется над отсутствием логики. Потому что это, блин, за буржуйскую чушь невозможно логичную написать. Нельзя логично, блин, оправдать, что у тебя плохое на самом деле хорошее. Вот нельзя при помощи логики это объяснить. Ты обязательно тебе либо софизмы тебе будут нужны, либо еще какой-нибудь прием жульнический. По-любому. В этом плане очень полезно логику и диалектику понимать. Уметь правильно рассуждать. Тогда любое вранье, просто как открытая книга, манипулировать тобой становится трудно. Не скажу, что вообще невозможно. Вообще невозможно. Это нам до уровня Владимира Ильича прокачаться. Но у тебя полная неуязвимость. Все эти ткоды вместе. От зачаровывания. Да, он буржуазной пропагандой. Ты про Ханова читать все равно, что, не знаю, грибов наестся. Типа того. Сидишь, у тебя все плывет аж перед глазами. Столько мыслей в голове по ходу дела. Что, резюмируем, да, кратко. Это в большой советской энциклопедии сталинских лучше всего времен, найдите статью про смену веховства, товарищи дорогие. Почитайте саму статью и потом выборочно погуглите статейки, вот кого там будут называть фамилии. Вот, почитайте. Поймете, откуда все это стянуто. Откуда вообще эта повадка изображает большевиков националистами. Кто это придумал, с какой целью он это придумал. Ну и так далее. Очень познавательное будет чтиво. Можно, кстати, будет сделать как-нибудь обзорчик по ним. Приколоться, между прочим. Какой он дядь Сминовеховца. Да. Не говорить, что он сминовеховец. Да, сказать, вот автор нам, типа, современный, прочитать. И потом скажешь, угадайте, что, Прилепер? Дугин, Проханов. Ну, мы уже рассказали весь прикол. А нет, а нет, нифига. Все перезиняю. А, ничего страшного, забудут, забудут. Через месячишко-другой на родное начальство позаботятся. Так что все забудут, и тогда мы этот прикол провернем. Я думаю, это актуально будет еще долго. Ой, в украинских там новостях проскочило, что у них там уже тамошний верховный фюрер. Всего бандер фашизма. Панзельцер, мол, распоряжение приготовил, чтобы кто 16 лет кому исполнилось, их из страны уже не выпускать. Да. А как бы, если призывной с 18, а не выпускать с 16. Очевидно, это все готовит к тому, что еще два года будет продолжаться волшебство. Ну, в принципе, насколько это выгодно волшебникам, мы в новостях не раз разбирали, да, показывали наглядно. Для них это просто клан Дайг, блин. Джекпот бесконечный, блин, на 10 автоматах сразу, блин. Там только вот деньги летят. Еле успевай закрываться. Они уже как тот раджа. Харчи в золотой антилогии. Лежат уже по брови в этих золотых. И только еще булькают все-таки оттуда, что давай еще. Вали еще. Да. Ну, что, господа буржуи? Смотрите, не объежьтесь. Что вам можно сказать? А вам, товарищи пролетарии, побольше читайте он Проханова, например. Ну, зацените. Можно посоветовать с тем же успехом смотреть Соловьева. Уже. Не отличается вообще ничем. Да, это Проханов же бывало Соловьева. Ну, я не удивлен. Конечно, как ему с такими-то идеями блестящими? Да там не быть. Он, наверное, там собственное ток-шоу не ведет, только кто ж по возрасту уже не потянет. Безловато, да, ему. Ну, да, все-таки еще напечатать. Это одно там, именно диктовать. А самому ходить там, перекрикиваться. Кто там аналог Жириновского теперешнего? Они все стали как Жириновский. Ну, что смотрите, товарищи, смотрите буржуазную пропаганду современную, проникайтесь. Ну, вот разбирайте ее, если вы пробавились наукой, то разбирайте ее с точки зрения науки. И вот думайте, как это вообще с точки зрения науки, как им можно такие рассуждения назвать? Насколько они вам близки? Впечатление такое, на самом деле, что родное начальство реально считает, что тут уже сколько-нибудь значительного количества людей с научным мировоззрением не осталось. что тут практически все ударились в какую-нибудь религию. А без шуток. Это тоже сыграл определенный код, по всей видимости, который необходимо взломать. Я помню, в цивилизации это специальное здание строишь, и у тебя вера количества увеличивается. Причем вера как бы в данном контексте не религиозная вера, а вера просто в то, что тебе сказали. То есть, когда у тебя дается там несколько фактов между собой, не как логично, просто противоречащих друг другу, но они все у тебя в голове прекрасно уживаются. Ну, ты понимаешь, все это замешано на сказках. Это прямо все замешано на мифологии. Нам говорят, что эти мифологические персонажи напрямую участвуют во всем этом. И это же, я говорю, это же не только проханов, это и первые лица в государстве. У них бог, бог, бог послал нас, бог нам, блин, заповедал, бог решил. То все пятое-десятое. Ну, есть и отрицательные персонажи в этих мифах. Это коллективный запад, там некие неназванные тоже лица. Ну, у них, соответственно, за них сатана. Колигархи. Ну, да. Просто по логике получается, кто против бога, у бога только один противник. Это, на уме, не греческие какие-нибудь мифы, где-то их могла быть хреновая туча. То есть, весь этот миф уживается в человеческом сознании, при этом люди все еще не ослеплены появлением Богородицы. Они прекрасно видят, что происходит вокруг, у себя на рабочем месте, у себя дома, у себя на улице и так далее, и так далее. То есть, все это можно наблюдать живьем, но при этом картинка не складывается лучше. Товарищ Громов, я вспоминаю самого себя, когда я был религиозным. А совершенно та же самая херня. Ты общую картинку не видишь в принципе, что тебе со своими грехами разбирайся, и ты на полном серьезе, блин, целый день ходишь и думаешь, как бы что-нибудь не подумать. Сложная жизнь. Вот, да. Ну, то есть, у тебя вся жизнь завязана на том, чтобы угодить высшему существу, чтобы оно тебе не спасало потом какой-нибудь милости. Общая картинка там. Там какая общая картинка-то, если ты, собственно, на религиозной волне, у тебя вся власть от Бога, то есть, правители там решают, наше дело, блин, как он апостол учит, начальству подчиняться. Если начальство не право, так оно на том свете ответит. Вот и все. А я, соответственно, за то, что он, блин, за напраслену потерпел, вот, Иисус же сказал в Нагорной проповеди, что гонимые за правду, они блаженны будут. То есть, я буду блаженствовать в раю, буду там с Авраамом на топчанчике под пальмами холодную минералочку попивать, а начальник, который меня гнобил, вот он там будет в аду ползать, там ковыряться, просить, что капельку капну оттуда мне, с неба. Видимо, помимо веры в, допустим, каких-то богов конкретных, существует же еще, по всей видимости, некая вера в режим действующий. Не знаю, это слово режим, как-то навальнизмом каким-то. Между прочим, Сталин использовал слово режим у себя в работах. Понятно, я имею. Вполне себе режим режим. Нет, нет, ладно, ладно, я ничего, ничего, я про свои впечатления, я же не то, что запрет тебе ставлю, у нас же демократия, свободы слова. В отличие от некоторых других общностей, где-то не скажи ничего криво, у нас можно сказать, и прикинь, никто по голове бить не будет тебя. Могут тебя возразить культурно, а ты, опять же, а ты свое возражение в ответ. И так глядишь, к чему-то и придем. Хлоп мы завести такое вот пошире, да, товарищи дорогие. К примеру, я опять же вспоминаю себя, как я в те года оценивал политические всякие тексты, я просто помню, а где больше про боженьку есть, тот, значит, и правильный. Где говорят, что надпобожский, вот Иисус, как сказал. То есть, прям вот на ключевые слова. Я помню, кстати говоря, что, когда я от этого отходил, долгое время у меня и по нашей марксистско-ленинской теме такое же прям сохранялось, что текст оцениваю по ключевым словам, только ключевые слова поменялись. Теперь надо, чтобы там была революция, пролетариат, коммунизм, как бы все ключевые слова есть, зашибись. Я помню, как я читал две тактики социал-демократии Владимира Ильича, и он там, значит, цитирует этих троцкистов или меньшевиков целый абзац. Это после чего, кстати, я говоря, вот задумался, что надо еще навык разбора текстов повышать. Я читаю, Ленин еще раз облачать не начал, я просто читаю, блин, троцкистов и меньшевиков, и, блин, а все ключевые слова от на месте, как и вот он, что пролетариат, и что революция, и что коммунизм, и я прям, вот, а что не так-то? Что сейчас? И как, а Ленин как начнет, что там каждая запятая не так? Что вот эту запятую они поставили в это место, потому что они враги народа. И, главное, обосновывает, не то же декларирует, а прям подводит, чтобы каждый, и главное, мало того, что он подводит, что текст вражеский, и тут же, это он говорит к вопросу о том, что ты с ними все время срешься, на что? А вот, посмотрите, вот их текст вражеский, а вот они на практике действуют. А? Смотрите, а? Деяния какие? Тоже вражеские, одно из другого не растет, как вы думаете? Вот что мы и сремся. Потому что у нас, блин, спор идет за то, куда рабочих везти. А скоро, блин, еще будет, блин, споры еще жарче начнутся. Ну, да, в общем, короче, вот так. Читайте классиков, товарищи, читайте классиков. Очень сильно это полезно. Ну, в случае с Прохановым, я даже не знаю, кто это всерьез воспринимает. Товарищи дорогие, среди служителей есть кто-нибудь, кто может воспринимать вот такой текст всерьез. Может, какие-то знакомые, это было бы очень интересно. Не, самое, не, вот интересно, ведь многие, даже из моих знакомых, Соловьева, например, воспринимают всерьез. А там уровень точно такой же. Если, может, раньше это было чуть посерьезнее и покультурнее, то все уже с прошлой осени, когда они за минуту, блин, этого экранного времени, наверное, раз 10 словосвятость повторили с постным видом и многозначительными кивками. То есть, вышли на один уровень. Вот интересно, что вот это всерьез не воспримут, а то воспримут. Или взять этого Владимира Владимировича, или взять медведку нашего, а у них, чем сильно лучше, что Ильина цитируют, в отличие от Проханова Владимир Владимирович, да, как и Прилепин, они все-таки говорят, что сейчас будет цитата из Ильина, а не просто, блин, цитаты, типа, за свое выдают. Ну, и что, вот я говорю, предпочезнен ему поверить за то, что он просто, блин, там цитату подписал. Смысл-то один и тот же, товарищи, дорогие. Смысл один и тот же. Смысл какой? Если так вот взять, научно выражаясь, что у нашей нации какая-то есть особая роль, отличная от роли всех остальных наций на Земле, очень важная и нужная, что мы там на первом месте в мире по значительности. И второе, что интересы всех других стран народности и наций, блин, они нашим противоположны. А такое вот сие называется шовинизм. Я после этих злосчастных, блин, этих, блин, поездок к патриотам, блин, на дебаты, я посмотрел, таки, блин, патриот не захотел смотреть определение, я посмотрел, что такое шовинизм. И это вот, вот, понимаете, это буквально, вот то, что мы только сейчас прочитали. Прям можно в энциклопедии, блин, если гиперссылки добавлять, можно к определению шовинизма, прям давать ссылку на такую вот статью или ей подобную. А есть такой строй, такая форма правления, как раз. Забыл, как называется. Помню, что при ней вот как раз шовинисты рулят всем. Шовинистические круги какого-то класса. И транслируют, соответственно, свою шовинистическую точку зрения. Во владельце капитана. Да, да. Короче, шовинизм зашкаливает, товарищи дорогие. И вот, если ты под имперочкой вот такой рассказываешь, то ты, соответственно, шовинист. А если ты член партии и рассказываешь такое под красным флагом, то ты социал-шовинист. Ой, наконец-то разбрались. Да, нет, у нас уже было. Я помню, кого-то мы разбирали, и там, а, Зюганова, Зюганова. Зюганова, но все равно в комментариях вопросов достаточно, Ну вот, пожалуйста, мы еще раз, раз вопросы есть, смотри, а я как по наителю. Видать, дух какой-то тут. Я какой-то код, наверное, ввел. Может, если я на связь с глубинным народом вышел? Смотри. Надо, короче, копать в этом направлении. если найдем провод, надо к нему подключить наушники. Все, а там и микрофон. И, может быть, мы придумаем культ-альтернативу. Начальникам можно особый путь, да, придумывать? А вот у нас тоже путь особый. Мы тоже придумали. Другой. Там нет, правда, этих единорогов на радуге, леденцовых и никуда Богородица не ходят. Но тоже неплохо. Тоже неплохо. Надо как-нибудь изложить на каком-нибудь часовом ролике, да, например, образ будущего. Никакого экстремизма? Можно на стриме. Нет. Надо вдумчивее, а на стриме я буду волноваться и хуже получится. Зато сразу получится ответить на уточняющие вопросы. А на вопросы, которые там задают, когда будем отвечать. Они все равно про то же самое вопросы задают. Ну, не все, извините. Мы уже и так на типовые не отвечаем. А на некоторые вопросы не грех и три раза ответить, потому что уж больно часто встречаются. Ну, и сегодня мы многое разобрали, хотя разбирали. У нас сегодня товарищ Проханов послужил нам дюрингом. Мы, разбирая его текст, с вами поговорили про Столыпина, на пару слов сказали, философские всякие бредни разобрали. Он, Федоров, вы не знали про такого Кента Флоренского? Наверное, я не знаю, кентовались они или нет, но они в одно время жили и по идее должны были. На уши идеи прям хорошие. Один отыскал, другой говорит, давай всех воскресим и на другие планеты отвезем. получилась научная повестка. Да, получилась как бы она и научная, антинаучная повестка, ну да, ну анти, да, анти-антинаучная равно научная. Я бы еще просто хотел одну вещь добавить. Давай, товарищ Алексей, ты сегодня мало говорил. Вернувшись к критическому мышлению и вере в те или иные вещи, у нас скоро будет разбор как раз посвященный 60-м годам, и там вот все, что товарищ Реми говорил, там очень много красных таких красивых фраз, типа революция, пролетариат и так далее, и так далее, и наше общество на эти фразы повелось, потому что в массе своей, к сожалению... Партия повелась самая главная. Так самый авангард получается. На съезде они не все сидели купленные-то. Нет, были отдельные люди. А большая часть именно как товарищ Алексей и сказал. И отечество с вами потеряли. Вроде про коммунизм же говорили, сказали в конце вперед за коммунизм, да, ну все, значит хлопаем. Но в оконцовке получилось то, что получилось. Да. из-за этого. Поэтому читайте, товарищи, учитесь критически мыслить и нас тоже критикуйте, если есть за что. Ну а конструктивно, пожалуйста, а то мне как-то товарищ Алексей зачитывает ругательные комментарии. Там все время... Ну... Это эмоции. Я не знаю, да, какие-то эмоции, причем даже не очень понятно, что их вызвало конкретно такие негативные или всякое там неконструктивное, типа, где партия? О, сейчас я тебе еще напишу, а где партия? Вот что ты болтаешь, болтаешь, а партия-то... Не знаю, под шкафом посмотри, может, там завалялось. Ну что, на этой позитивной ноте, товарищи, дорогие, да, и решивши все-таки нашу, запишем про образ будущего. У нас были про образ будущего, но мы напишем про наш образ. Идеальный. Царствие небесное на земле. Да. Только оно земное будет. Такое, да, что не будет хотеться небесное. Другое царствие небесное уже не захочется. Как говорил Василий Иванович, такая жизнь настанет, Федька, помирать не надо. Ну, на этой позитивной ноте, да. Да. Будем прощаться потихонечку с вами, дорогие товарищи. Читайте классиков. Выходите из дома, общайтесь с людьми, не замыкайтесь в себе, дышите свежим воздухом, вздомысленников ищите. Прикупите гирьку себе. Хороший инструмент. Да. Читайте классиков, а потом читайте про Ханова. полезно в такой последовательности. Потом опять классиков, потом прилеплено. Берегите психическое здоровье и глаза. А при этом, при всем, да, постарайтесь психическое здоровье. Старайтесь не ходить по маршруту, не утратить. Да, не путайтесь, короче, под ногами Рыну Богородицы, другого начальства. Оно идет, все и идет, а вы идите в стороночки по своим делам. Ну, на этом уж точно. Уже да. Да, На этой позитивной ноте уж точно. Стоп, товарищи дорогие. До новых встреч. Всего вам доброго. Всем пока. До свидания, товарищи. Еще раз скажи всем пока, Тарис Гром. Всем пока. На этом будем заканчивать. Раз твой мелодичный голос всем нравится. Субтитры сделал DimaTorzok